Принципом самоопределения, к тому же, предусматривалось решение судьбы определенных приграничных областей проведением плебисцита. Применить принцип национальной принадлежности, к сожалению, удавалось далеко не всегда. Приходилось брать в расчет географические, исторические, культурные и экономические реалии. Когда ими пренебрегали ради принципа как такового, как это наблюдалось в случае с уничтожением единства системы хозяйствования бассейна Дуная, результаты оказывались весьма плачевные. Когда же данный принцип не соблюдался, ничего хорошего тоже не выходило из-за возникавших национальных обид. Восточную и Центральную Европу населяли национальное меньшинство, у которых государства, где они жили, не вызывали пламенного чувства преданности. Приблизительно треть населения Польши не говорила по-польски. Больше трети населения Чехословакии составляли национальное меньшинство поляков, русских, немцев, венгров и русинов. На территории укрупненной Румынии теперь оказалось больше миллиона мадьяр. В некоторых местах нарушение данного принципа ощущалось с особенной остротой, как большая несправедливость. Немцы негодовали по поводу существования проходившего по немецким землям коридора, соединяющего Польшу с морем. Итальянцы обижались из-за адриатических трофеев, переданных ими союзникам, когда те нуждались в их помощи, а ирландцы в конечном счете не получили гомруль. Самый очевидный вопрос за пределами Европы касался распоряжения немецкими колониями. Здесь внедрили важное нововведение. Откровенная колониальная алчность властям Соединенных Штатов показалась неприемлемой. Свою власть над народами бывших немецких или турецких колоний прикрыли назначением над ними опеки. Мандаты на управление этими территориями распределили между державами-победителями, хотя правители Соединенных Штатов от них категорически отказались, через новую Лигу наций. Цель заключалась в том, чтобы подготовить их народы к самоуправлению. Такой плод богатого воображения появился в ходе урегулирования послевоенной обстановки, при том, что предназначался в качестве маскировки для придания приличия последнему крупному завоеванию европейского империализма. Участники Лиги наций многим обязаны энтузиазму американского президента Вудро Вильсона, который обеспечил ее уставу почетное место в виде первой части мирного договора. Перед нами как раз тот случай, когда в официальном документе речь идет о понятии неограниченном идее национализма. Даже Британская империя представлялась отдельными государствами, одним из которых, обратите внимание, числилась Индия. К тому же в Лигу вошли страны не только Европы. Еще одним знаком наступления новой эпохи считается то, что 26 стран из изначальных 42 членов Лиги наций находились за пределами Европы. К сожалению, из-за норм внутренней политики, которые Вильсон не принял в расчет, Соединенных Штатов Америки среди них не оказалось. В этом заключался самый фатальный из нескольких серьезных недостатков Лиги наций, из-за которых она не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Допустим, что воплотить их в жизнь не представлялось возможным в принципе, учитывая реальную расстановку политических сил в мире. Как бы то ни было, Лиге предстояли собственные достижения в делах, которые могли без ее вмешательства представлять опасность для мира. Если даже существовали завышенные ожидания того, что она способна на большее, совсем не факт, что от нее не было особого толка, а также что она оказалась пустой затеей. Делегацию СССР не пригласили в Лигу наций, отсутствовали ее представители и на мирной конференции. Второй факт, вероятно, представлял большую важность. Политические решения по определению контуров следующего этапа европейской истории обсуждались без согласования с советским правительством, хотя в Восточной Европе это означало проведение границ, к очертанию которых власти всех стран должны были проявлять самый живой интерес. Следует признать, что большевистские вожаки сделали все от них зависящее ради исключения их участия остальными подписавшими договор сторонами, они отравляли отношения с ведущими державами своей революционной пропагандой, так как свято верили в злонамеренность властей капиталистических стран, пытавшихся отстранить их от власти и не отказавшихся от своих планов. Британский премьер-министр Ллойд Джордж и американский президент Вудро Вильсон, в отличие от своих коллег и избирателей, в отношениях с советами демонстрировали большую гибкость, даже сочувствие. Их французский коллега Жорж Клемансо, напротив, принадлежал к лагерю страстных врагов большевиков и пользовался поддержкой многих французских военных ветеранов. Версальский договор считается первым крупным европейским мирным соглашением, заключенным представителями держав, прекрасно осознававшими опасности разочарования демократического электората. Но на кого не возлагай вину, получилось так, что с СССР, представляющим собой европейскую державу, потенциально обладающую величайшим весом в делах континента, формирование новой Европы согласовать не удосужились, оставаясь фактически в стороне от происходивших событий, власти Советского Союза на самом деле занимались налаживанием отношений с теми, кто готовился к ревизии заключенных соглашений или разрушению установленного англосаксами порядка. Дело только усугублялось тем, что правители СССР отрицали социальную систему, которую он должен был предохранять. С установившимся в Европе порядком связывались огромные надежды англосаксов. Часто они выглядели наивными, но все-таки, даже несмотря на его явные недостатки, Версальский мирный договор осуждали во многом незаслуженно, так как им предполагалось, немало рациональных положений. Не оправдал он себя по причинам, по большому счету неподвластным деятелям его сотворившим. Дни европейского мирового господства в узком политическом смысле этого слова уже прошли. Вооружившись мирными договорами 1919 года, совсем слабо можно было повлиять на определение будущего человечества за пределами Европы. Прежние имперские жандармы на тот момент пребывали в слишком ослабленном состоянии, чтобы исполнить свое предназначение внутри Европы, уже не касаясь внешнего мира. Некоторые из них исчезли вообще. В конце-то концов, Соединенные Штаты потребовались исключительно ради нанесения поражения Германии. Но теперь они на некоторое время ушли в полное добровольное уединение. Советские власти тоже совсем не горели желанием заниматься стабилизацией обстановки на континенте. Из-за изоляционизма одной державы и стерилизации другой, ее же идеологией, Европа осталась брошенной на произвол судьбы, которую решали ее собственные, никуда не годные ведомства. Когда никакой революции в Европе не произошло, власти страны Советов занялись своими собственными делами. Когда Вудро Вильсон дал американцам шанс принять участие в поддержании мира на территории Европы, они от него отвернулись. Оба решения вполне поддаются разумному обоснованию. Но их суммарный эффект служил сохранению иллюзии европейской автономии, представлявшейся тогда большим вымыслом, и не мог служить достойным инструментом обращения с европейскими проблемами. Наконец, серьезнейший текущий недостаток европейского порядка заключался в экономической хрупкости новых структур, которые им предполагались. Большим сомнением подвергались его условия. Самоопределение часто сводило на нет всю экономическую политику. Но как при этом трудно разглядеть, на каких основаниях можно отказаться от самоопределения. Проблемы Ирландии начали отступать совсем недавно, то есть практически через сто лет после появления свободного ирландского государства в 1922 году. Ситуация все больше казалась нестабильной, потому что в Европе не только сохранялись прежние иллюзии, но и возникли многие новые. Победа союзников по Антанте и краснобайство по поводу поддержания мира убедили многих в состоявшемся великом триумфе либерализма и демократии. Четыре самодержавные, антинародные, односторонние империи, в конце-то концов рухнули, и по сей день мирное урегулирование остается единственным в истории сотворенным великими державами. Числившимися демократическими всеми до одной, свой оптимизм либералы черпали к тому же из нарочитой позы, принятой Вудро Вильсеном во время войны. Он сделал все, что мог, лишь бы все увидели в участии США в европейской войне совершенно иную цель, чем ту, что преследовали остальные союзники по Антанте. Ведь американцы руководствовались, он сам утверждал, благородными идеалами и верой в то, что мир можно сделать удобным для демократии, если правители остальных стран откажутся от своих прежних пагубных привычек. Кое-кто думал, что его правота получила наглядное подтверждение. Новыми государствами, прежде всего Новой Германии, принимались либеральные, парламентские, а часто еще и республиканские конституции. Наконец, возникла иллюзия относительно Лиги наций. В ней вроде бы воплотилась мечта о новом международном ведомстве, а не об империи. Но в основе всего этого лежали заблуждения и ложные предположения. Поскольку миротворцев обязали заниматься намного большим, чем только возведением на престол либеральных принципов, они должны были к тому же платить долги, защищать имущественные права и вести учет неустранимым проблемам, все эти принципы по ходу дела подвергались дискредитации. Прежде всего, они породили большое недовольство националистов, а также новое и жестокое негодование с националистическим оттенком в Германии. Возможно, с этим ничего нельзя было поделать, но готовилась почва, на которой произрастали идеи, радикально отличавшиеся от либерализма. Демократические атрибуты новых государств, да и старых тоже, появлялись в мире, экономическая структура которого подвергалась ужасному повреждению. Политическая борьба повсеместно усугублялась нищетой, тяготами жизни и безработицей. Из-за ликвидации в ходе войны прежних экономических методов обмена намного затруднилось разрешение таких проблем, как обнищание крестьян и безработица среди них. Россия, когда-то считавшаяся житницей большей части Западной Европы, теперь стала экономически недоступной страной. Так выглядел фон, на котором революционеры могли развертывать свою деятельность. Коммунисты ликовали и готовились к новым свершениям, так как полагали, что история сама выбрала их для этой роли. И скоро в ряде стран их усилия получили поддержку со стороны нового радикального явления в виде фашизма. Коммунизм угрожал новой Европе с двух направлений. Изнутри. Во всех странах совсем скоро появились свои революционные коммунистические партии. Ничем положительным они не отличались, зато вызывали большую тревогу. К тому же коммунисты много сделали для предотвращения появления сильных прогрессивных партий. Все это объясняется обстоятельствами зарождения коммунистического движения. Коминтерн, или Третий Интернационал, сотворили в Советском Союзе в марте 1919 года ради обеспечения руководства международным социалистическим движением, активисты которого могли бы в противном случае, как боялись советские коммунисты, выступить против старых вождей с обвинением в отсутствии революционного порыва, когда те не удосужились воспользоваться тяготами войны. Проверкой для социалистических движений Владимир Ильич Ленин считал приверженность коминтерну, принципы которого отличались заведомой непреклонностью, дисциплинированностью и бескомпромиссностью в соответствии с его представлениями о необходимости эффективной революционной партии. Практически во всех странах социалисты разделились на два лагеря, как раз по приверженности делу Коминтерна. Кто-то подчинялся руководству Коминтерна и взял себе название коммунисты, другие, хотя иногда утверждавшие о своей принадлежности к марксистам, оставались в составе национальных партий и движений. Они боролись за поддержку рабочего класса и яростно соперничали друг с другом. Новая революционная угроза с левого крыла все больше тревожила многих европейцев потому, что их власти представляли коммунистам массу благоприятных для их подрывной деятельности возможностей. Таким образом большевистское правительство пришло к власти в Венгрии, но еще более потрясающими казались попытки коммунистических переворотов в Германии, на короткое время показавшиеся успешными. Обстановка в Германии выглядела особенно нелепой, так как правительство новой республики, появившейся на ее территории после поражения, состояло в основном из социалистов, вынужденных отказаться от своих принципов и искать помощи у консервативных сил, прежде всего у кадровых военных старой армии, и все ради предотвращения революции. Все произошло даже еще до основания Коминтерна. Раскол левых сил в Германии вызвал особенно горькое сожаление. Однако повсеместно из-за политики коммунистов еще больше затруднялось согласованное сопротивление консерваторам, пугающим умеренные слои населения, революционной риторикой и заговорами леваков. В Восточной Европе угрозу своему обществу часто к тому же рассматривали как русскую угрозу. Коминтерн большевистские вожди использовали в качестве инструмента советской внешней политики. Внедрялась мысль, что будущее мировой революции зависело от сохранения первого социалистического государства, служащего цитаделью международного рабочего класса. В первые годы гражданской войны и медленного укрепления большевистской власти в России такая вера вела к преднамеренному насаждению недовольства народа за границей для отвлечения внимания руководства капиталистических государств. Но в Восточной и Центральной Европе все выглядело гораздо сложнее, так как фактическое территориальное деление всей ее территории вызывало споры еще долгое время после заключения Версальского договора. Первая мировая война не кончалась там до тех пор, пока в марте 1921 года, по условиям мирного договора между СССР и Новой Польской Республикой, не провели границы, просуществовавшие до 1939 года. Польша традиционно выступала в качестве главного врага России, самого непримиримого оппонента большевиков по вере, а также самого неуживчивого национального объединения из всех вновь образованных государств. И всех их вместе пугало возрождение русской державы, особенно теперь, когда ее мощь вечная воссалы связывали с угрозой социальной революции. Такая связь способствовала приходу к власти в этих государствах еще до 1939 года диктаторских и милитаристских правительств, которые обещали проведение последовательной политики сопротивления коммунизму. Страх перед коммунистической революцией в Восточной и Центральной Европе острее всего ощущался непосредственно в послевоенные годы, когда политическим фоном служил экономический крах и неопределенность исхода польско-советской войны. Варшава вот-вот должна была пасть. В 1921 году, с наступлением, наконец-то, мира и налаживанием упорядоченных официальных отношений между СССР и Великобританией, имеющих огромное символическое значение, напряжение в Европе заметно ослабло. Свою роль при этом сыграло то, что советское правительство постепенно отводило от своего государства острую опасность его свержения в ходе гражданской войны. С установлением внешних связей большевики не слишком ретиво перешли к дипломатическому политессу. Они продолжили свою революционную пропаганду и сыпали обвинения на власти капиталистических стран. Зато теперь те же большевики получили возможность заняться восстановлением своей собственной разоренной страны. В 1921 году производство чугуна в СССР составляло около одной пятой от его уровня в 1913 году. Угля добывали каких-то крошечных 3%, а на железных дорогах осталось меньше половины от довоенных исправных локомотивов. Поголовье скота сократилось на четверть с лишним, а поставки зерновых культур составляли меньше двух пятых от их объема 1916 года. На фоне такой обвалившейся экономики на южные районы СССР в 1921 году пришла губительная засуха. Из-за наступившего вслед за засухой голода погибло больше двух миллионов человек, и в европейской прессе даже появлялись сообщения о случаях людоедства. Наладить хозяйственные дела помог отказ от жесткого государственного регулирования экономики. К 1927 году одновременно промышленное и сельскохозяйственное производство по большому счету вернулось к довоенным уровням. В эти годы советский режим подвергался большому испытанию из-за возникшей неопределенности в его руководстве. Она выглядела очевидной еще до смерти Ленина в 1924 году, но с уходом с политической сцены, человека, признанный авторитет которого обеспечивал равновесие внутри партийных группировок, в большевистском руководстве открылся период шараханья и споров. Дело даже не в единовластной и деспотичной природе режима, выросшего из революции 1917 года, так как ни один из его приверженцев не помышлял в мире враждебных капиталистических государств о политическом либерализме или отказе от использования тайной полиции в условиях партийной диктатуры, но они вполне могли высказывать несогласие по поводу экономической политики и тактики, причем особую остроту партийной дискуссии придавало личное соперничество. По большому счету, можно отметить появление двух политических позиций. Сторонники одной из них делали акцент на том, что успех революции опирается на добрую волю массы жителей Советского Союза в лице крестьянства. Крестьянам сначала позволили взять землю, потом сделали из них врагов через попытку накормить жителей города за счет хлеборобов. Дальше ухитрились крестьян умиротворить снова с помощью либерализации экономики и послабления, известного под названием НЭП, новая экономическая политика. Это целесообразность, которую одобрил Ленин. По условиям НЭПа, крестьяне получили возможность извлечь личную выгоду и начали выращивать больше продовольствия, чтобы продать его в городах. Сторонники альтернативной точки зрения выступали за то же самое, но в более отдаленной перспективе. Умиротворение крестьянства обещало замедление процесса индустриализации, необходимой СССР ради выживания во враждебном мире. Партийный курс, по мнению сторонников данного мировоззрения, должен пролегать через опору на революционных красногвардейцев городов и эксплуатацию неохваченных большевизмом крестьян в интересах этих красногвардейцев с одновременным энергичным проведением индустриализации и пропагандой революции в зарубежных странах. Такой точки зрения придерживался коммунистический вождь Троцкой. Позже Троцкого оттеснили на обочину партийной жизни, но его взгляды по-прежнему пользовались мощной поддержкой. В результате тонких политических интриг у Кормила партийной власти появляется один из верхушки ее функционеров по имени Иосиф Виссарионович Сталин, отличавшийся от Ленина и Троцкого, считавшихся пламенными ораторами, редчайшей деловой хваткой, но такой же, как они, безжалостный. Ему предстоит сыграть великую историческую роль в судьбе Европы. Последовательно сосредоточивая в собственных руках власть, использованную им против бывших соратников и старых большевиков с той же решительностью, что и против своих врагов, Сталин сумел довести до логического завершения революцию, открывшую путь большевикам к захвату власти и сформировал настоящую элиту, которой предстояло послужить основой новой России. Главной своей задачей он считал индустриализацию своей страны. Путь к ней пролегал через поиск способов принуждения крестьянства к активному участию в ее процессе поставками зерна, которое оно предпочло бы употребить в пищу, если только за него не предложат соблазнительный барыш. Программу индустриализации удалось выполнить за 10 лет, разделенных на два пятилетних плана социально-экономического развития СССР, стартовавших в 1928 году. Корни его лежали в индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Коммунистическая партия теперь впервые овладела доверием сельского населения. В ходе новой фактической гражданской войны миллионы крестьян погибли или подверглись переселению из родных деревень, а из-за непосильной продразверстки в Россию вернулся голод. Но население городов удалось накормить, хотя сотрудники правоохранительных органов следили за предохранением потребления на минимальном уровне. Тогда же случилось падение реальной заработной платы населения. Зато к 1937 году 80% объема промышленного производства СССР поступало с производственных предприятий, построенных после 1928 года. Россией вернулся статус великой державы, и заслуги Сталина только на данном поприще обещают ему заметное место в истории. Если бы не чудовищные страдания, пережитые народами СССР за те пятилетки, принудительную коллективизацию можно было провести только жестокостью, в масштабе невиданном при оклеветанных русских царях, и после нее СССР превратился в тоталитарное государство, причем по эффективности советская деспотия дала большую фору сметенному ею самодержавию. Сталин Джугашвили, при том, что по рождению был грузином, представляется абсолютно русской исторической фигурой, тираном, чье безжалостное применение власти повторяет пример Ивана Грозного или Петра Великого. Он, к тому же, представлял некое парадоксальное марксистское православие, творцы которого утверждали, что структура народного хозяйства определяет политику общества. Сталин перевернул данную догму с точностью до наоборот и наглядно показал, как с использованием политической власти при желании можно насильно коренным образом изменить экономический баланс. Критики либерального капиталистического общества в зарубежных странах часто приводили СССР, который они представляли исключительно в розовом свете, в качестве примера пути ведущего народы мира к прогрессу, а также возрождению их культурной и нравственной жизни. Но Советский Союз служил не единственной моделью, предлагаемой тем, кто разочаровался западной цивилизацией. В 1920-х годах в Италии появилось движение под названием «Фашизм». У этого движения позаимствовали названия активисты многочисленных и совсем относительно связанных радикальных правых движений в зарубежных странах, объединявшихся общим отрицанием либерализма и ненавистью к марксизму. Первая мировая война принесла громадные деформации в устои упорядоченной было Италии, при том, что в 1914 году Италию считали страной беднее остальных. Ей досталась несправедливо тяжкая доля и многочисленные поражения, ведь основные сражения происходили на итальянской территории. Проявления неравенства по ходу войны усугубились делением общества по материальному состоянию. Вместе с миром пришла еще и значительно ускорившаяся инфляция. Владельцы собственности, будь то сельскохозяйственной или промышленной, и специалисты, способные требовать повышенную ставку оплаты труда, из-за нехватки рабочей силы, такую инфляцию переживали легче, чем представители среднего класса и те, кто жил за счет инвестиций или фиксированных доходов. Тем не менее, они представляли самых убежденных сторонников объединения, осуществленного в 1870 году. Они обеспечили существование упорядоченного и либерального государства, в то время как реакционные католики и революционные социалисты долго и упорно ему сопротивлялись. Они увидели в войне, в которую Италию втянули в 1915 году, продолжение Ресорджименто, представлявшего собой борьбу по объединению Италии XIX века как государство, некий крестовый поход по изгнанию австрийцев с территории, где они правили народами, по жилам которых текла итальянская кровь, а губы произносили итальянскую речь. Как и весь национализм в целом, фашизм представлялся невнятной, далекой от науки теорией, обладавшей огромным влиянием на людей. С приходом мира итальянцы ощутили разочарование и утрату всех иллюзий, множество патриотических замыслов осталось пустыми мечтами. Кроме того, по мере углубления наступившего сразу же после войны экономического спада, в парламенте укреплялся авторитет социалистов, и их политика вызывала все большие тревоги у буржуазии ввиду существования в тот момент в России социалистического революционного государства. Расстроенные и напуганные, усталые от подавления национального самосознания социалистами, многие итальянцы начали отказываться от либерального парламентаризма и искать выход. Многие из них ощущали сочувствие к сторонникам откровенного национализма в зарубежных странах, например, к авантюристу, захватившему адриатический порт Риека, который участники Парижской мирной конференции не удосужились передать Италии, и к врагам марксизма на родине. Враги марксизма представлялись логичным явлением в римско-католической стране, но ненависть к Карлу Марксу у нового итальянского руководства возникла отнюдь не только лишь под давлением традиционно-консервативной церкви. В 1919 году некий журналист и ветеран войны, прежде считавшийся социалистом крайних взглядов по имени Бенито Муссолини, основал движение, названное «Фассио ди комбатименто» — «Союз борьбы». Его участники рвались к власти любой ценой, в том числе через насилие, к которому готовились группы молодых головорезов, натравливавшихся сначала на социалистов и активистов, организации рабочего класса, а потом на представителей выборных органов власти. Зерна того движения упали на благодатную почву. Действовавшие в соответствии с Конституцией политики Италии, не могли ни взять его под контроль государства, ни обуздать посредством сотрудничества с правительством. В скором времени эти фашисты, как их стали называть, уже пользовались официальным или якобы официальным покровительством и помощью со стороны местных чиновников и сотрудников полиции. Бандитизм стал явлением чуть ли не узаконенным. К 1922 году они не только добились заметного успеха в избирательном процессе, но к тому же фактически разрушили организованное управление в некоторых местах тем, что запугивали своих политических противников, прежде всего коммунистов или социалистов. В том году, так как остальные политики спасовали перед вызовом фашистов, король обратился к Муссолини с предложением о формировании правительства. Тот поручение выполнил, появилось коалиционное правительство, и насилие сошло на нет. Те события творцы фашистской мифологии назвали «походом на Рим». Но все-таки конец Конституционной Италии тогда еще не наступил. Муссолини не стал спешить с переходом к диктатуре с собой во главе. В 1926 году началось правление через издание постановлений, декретов. Выборы пришлось приостановить. Особого сопротивления никто оказать не решился. В фундаменте нового режима фашисты в избытке замешали тактику запугивания противников, а их сторонники с порога отвергали либеральное представление. Тем не менее, правление Муссолини тоталитарным назвать язык не поворачивается, ведь по жестокости ему было очень далеко до русских большевиков, о которых он иногда с восхищением отзывался. Муссолини совершенно определенно стремился к революционным изменениям, а многие его последователи рвались к ним еще больше. Но революция оказалась на практике, по большому счету, пропагандистским обещанием. За всем этим стояло собственное нетерпение Муссолини, обусловленное его темпераментом в отношении устоявшегося общества, в котором он чувствовал себя отвергнутым. Не забывайте и о собственном радикальном характере его движения. Итальянский фашизм на практике и в теории редко выглядел движением сплоченным. Наоборот, в его судьбе нашла отражение мощь основательной Италии. Его величайшим достижением внутри страны считается заключение дипломатического соглашения с папством, которое в ответ на значительные уступки авторитету церкви в итальянской жизни, охраняющемуся по сей день, впервые официально признало итальянское государство. При всем революционном краснобайстве фашистов латеранские договоры 1929 года, в которых воплотилось упомянутое выше соглашение, считаются уступкой величайшей консервативной силе в Италии. «Мы вернули Бога Италии и Италию Богу», — заявил тогдашний Папа Римский. Точно такими же, далекими от революционного накала, выглядели результаты критики фашистами такого явления, как свободное предпринимательство. Подчинение личного интереса государственному свелось к лишению профсоюзов их права на защиту интересов членов тех же профсоюзов. Свободу работодателей при Муссолини старались не трогать, а планирование развития народного хозяйства фашистами выглядело насмешкой над этим делом. Одно только сельскохозяйственное производство заметно подросло. То же самое расхождение между стилем и стремлением с одной стороны и достижениями с другой следует отметить в движениях других стран, тоже называвшихся фашистскими. При том, что на самом деле в этих движениях отражалось нечто новое и идущее на смену либерализму, фашисты в широком смысле этого слова практически всегда на практике шли на компромиссы и уступки носителям консервативных влияний. Такое многообразие мешает говорить о фашизме как таковом. Во многих странах появились режимы, казавшиеся авторитарными, даже тоталитарными по сути, то есть все больше националистическими и враждебными марксизму, но фашизм числился далеко не единственным возможным источником таких идей. Подобного рода правительства, которые появились в Португалии и Испании, например, привлекали традиционные и консервативные силы, а также пользовались идеями, сформировавшимися из нового явления в виде массовой политики. В них истинные радикалы, представленные зачастую фашистами, демонстрировали недовольство уступками в пользу существующего общественного порядка. Только в Германии в конечном итоге движение, откровенно напоминающее фашизм, победило в революции и справилось с историческим консерватизмом, следует провести различия между двумя отдельными явлениями, наблюдавшимися на протяжении 20 лет после 1918 года. Одно из них выражалось в появлении, даже в благополучных демократических государствах, таких как Великобритания и Франция, идеологов и активистов, рассуждавших на языке новой, радикальной политики, с акцентом на идеализме, силе воли и жертвенности. Они надеялись восстановить общество и государство на новых принципах, где не оставалось места признанию узаконенных прав или уступкам материализму. Данное явление, при том, что получило широкое распространение, восторжествовало только в двух основных государствах в Италии и Германии. Источниками его успеха называют экономический крах, ярый национализм и ненависть к марксизму, хотя именно в Германии это произошло после 1933 года. Название этому явлению – фашизм. В остальных странах, причем обычно располагавших слабо развитой системой хозяйствования, находим больше оснований для разговора об авторитарных, а не фашистских режимах. Речь идет в основном о Восточной Европе. Там проблемы представляло многочисленное сельское население, а усугубляло их волонтаристское послевоенное территориальное урегулирование. Иногда угрозу государству могли представлять активисты враждебно настроенных национальных меньшинств. Либеральные атрибуты во многих новых странах насаждались самым беззастенчивым образом, поэтому приживались они с трудом, зато авторитетом практически непререкаемым пользовались традиционные консервативные общественные и духовные учреждения. Подобно Латинской Америке, где можно было наблюдать сходные, недоставляющие радости экономические условия, их внешне вроде бы конституционная система правления рано или поздно фактически подменялась диктатом сильных личностей и военнослужащих. Подтверждение такой тенденции поступило до 1939 года из новых стран Прибалтики, Польши и всех государств, образовавшихся на территории двуединой монархии, кроме Чехословакии, где удалось внедрить настоящую демократию, причем единственную в Центральной Европе или на Балканах. Факт того, что эти государства оказались во власти такого рода политических режимов, служит свидетельством одновременно тщетности надежд на политическую зрелость, возлагавшихся на них в 1918 году и обострившегося страха перед марксистским коммунизмом, особенно в приграничных СССР капиталистических странах. Такое же тяжелое положение играло свою роль, пусть даже не настолько коварную, в Испании и Португалии, где влияние традиционного консерватизма пересиливало идеологию фашизма, а католические общественные воззрения брались в расчет прежде всего. Провалы демократии между двумя мировыми войнами следовали друг за другом совсем неравномерно. Неблагоприятный старт с точки зрения экономики в 1920-х годах сопровождался постепенным возрождением благополучия, которое разделило большинство стран Европы, без учета СССР, а с 1925 по 1929 годы жизнь европейцев вообще в целом наладилась. Тогда же появился сдержанный оптимизм по поводу политического будущего новорожденных демократических государств. В первой половине того десятилетия прекратилось удручающее обесценивание валюты, и ее курс снова практически застыл на одном уровне, возвращение властей многих стран к золотому стандарту послужило признаком уверенности в том, что вернулись старые довоенные 1914 года времена. В 1925 году производство продовольствия и сырья в Европе впервые превысило уровень 1913 года, и к тому же полным ходом шло восстановление промышленного производства. В условиях глобального восстановления торговли и огромных инвестиций из США, теперь ставших экспортером капитала, Европа в 1929 году достигла объема торгового оборота, повторенного только в 1954 году. Но за внешним благополучием последовал крах. Хозяйственное оживление строилось на хлипких основаниях. С наступлением внезапного делового спада обретенное было благополучие стремительно ушло в небытие. Настала очередь не просто европейского, а мирового экономического кризиса, вошедшего в историю в качестве важнейшего события, случившегося между двумя мировыми войнами. Сложная, но поразительно толковая экономическая система образца 1914 года подверглась непоправимому повреждению. Международный обмен после войны затруднился в силу огромного увеличения ограничений, введенных властями новых стран, рассчитывавшими предохранить от краха свои далекие от совершенства экономические системы с помощью повышенных тарифов и валютного контроля. Власти государств покрупнее и постарше пытались восстановить свою слабеющую экономику. Творцы Версальского договора усугубили ситуацию тем, что возложили на Германию, числяшуюся главным промышленным европейским государством, бессрочное бремя репараций в натуральном и денежном виде. В результате они не только внесли разлад в экономику и на многие годы задержали ее восстановление, но к тому же лишили ее народ стимула работать с полной отдачей сил. На Востоке победители экономической границы практически полностью отрезали крупнейший потенциальный рынок Германии в виде СССР, и через ту границу проникало совсем немного товаров. Долину Дуная и Балканы, представлявшие собой еще одну крупную сферу деятельности немцев, победившие в войне, раздробили и довели до нищеты. Временно эти трудности удалось преодолеть за счет поступления кредитов из США, которые американцы щедро предоставляли. Но братьевропейские товары они отказывались и загораживались от них тарифными барьерами. Понятно, что в результате процветания Европы попало в прямую зависимость от воли правительства США и стоявших за его спиной корпораций. В 1920-х годах США добыли без малого 40% угля в мире и произвели больше половины мировой промышленной продукции. Такое богатство, помноженное на потребности войны, обеспечило преобразование жизни многих американцев, ставших первым народом в мире, которому было позволено считать обычным делом приобретение семейного автомобиля. К сожалению, на американском внутреннем процветании держалось благополучие всего мира. От него зависела уверенность в успехе своего дела тех, кто представлял американский капитал на вывоз. Из-за этого колебания делового цикла превратилось в экономическое бедствие мирового охвата. В 1928 году на территории США практически закончились деньги на краткосрочные ссуды. К тому же из-за снижения товарных цен появились признаки возможного приближения конца затянувшегося делового оживления. Эти два фактора послужили поводом для отзыва из Европы американских займов. Чуть позже у некоторых европейских заемщиков стали появляться затруднения с обслуживанием долга. Между тем потребительский спрос в США уже ослабевал, так как народ стал подозревать скорее наступление резкого экономического спада. Правление Федерального резервного банка не замедлило внести свой собственный вклад в грядущую катастрофу тем, что подняло процентные ставки и на том не остановилось. В октябре 1929 года неожиданно практически для всех случилось внезапное и зрелищное обрушение фондового рынка. Неважно, что после этого наблюдался эпизодический всплеск котировок, а крупные банкиры скупали акции, тогда уже наступил конец уверенности в успехе дела со стороны американских предпринимателей и их инвестициям за рубежом. После последнего краткого всплеска деловой активности в 1930 году американские деньги для инвестиций за границей закончились. Начался мировой хозяйственный обвал. Экономический рост закончился из-за ухода всех инвесторов с рынка, но усугублению бедствия способствовал еще один фактор, проявившийся в скором времени. Поскольку власти стран-дебиторов попытались привести свои счета в порядок, они для этого пошли на сокращение импорта. Соответственно, произошло снижение мировых цен, так как предприниматели стран, где производили сырьевые товары, не могли осилить покупку готовых товаров за границей. Тем временем, ко всем бедам, добавился финансовый кризис, поразивший США и Европу. Пока власти всех стран старались безуспешно, надо сказать, удержать котировку своей валюты относительно золота на приемлемом уровне, золото тогда считалось всемирно признанным средством обмена, отсюда выражение «золотой стандарт», им пришлось применить меры дефляционной политики, призванные сбалансировать их счета. Эта политика снова привела к снижению потребительского спроса. Тем самым правительство со своим вмешательством обеспечило переход спада деловой активности в экономическую катастрофу. К 1933 году все владельцы основных валют, кроме французов, от «золотого стандарта» отказались. Так был смещен с пьедестала один из древних идолов либеральной экономики. Действительность состояла в том, что уровень безработицы в промышленно развитом мире мог достигать 30 миллионов человек. В 1932 году, самым неблагоприятным для индустриальных стран, индекс промышленного производства для США и Германии в каждом случае чуть превышал половину того, что он составлял в году 1929. Волны экономического спада распространялись в соответствии с жуткой и непознаваемой логикой. Социальное приобретение 1920-х годов, когда повысился уровень жизни многих людей, практически повсеместно сошли на нет. Ни в одной стране мира не нашли решения проблемы безработицы, и при том, что она сильнее всего ударила по США и Германии, в скрытом виде эта беда охватила всю планету. Национальный доход США между 1929 и 1932 годами сократился на 38%. Именно на столько процентов упала цена товаров промышленного производства, цены на сырье одновременно упали на 56% и на продовольствие на 48%. Поэтому более бедные и слабые секторы экономики зрелых государств повсеместно переживали непропорционально сложные времена. Ухудшение положения здесь может казаться весьма умеренным, потому что падать им было практически некуда. Житель Восточной Европы или аргентинский крестьянин всегда существовал на незавидном уровне, зато уволенный со службы немецкий клерк или потерявший работу фабричный труженик, лишались очень многого и прекрасно это осознавали. Ни о каком оживлении хозяйственной деятельности в мировом масштабе без очередной Великой войны речи идти не могло. Повышением тарифов страны уходили в уединение. Тарифы в США за 1930 год вызвали повышение пошлин на импорт в среднем до 59%, причем в ряде случаев власти стремились добиться экономической самодостаточности путем ужесточения государственного контроля над хозяйственной деятельностью своих предпринимателей. Кто-то в этом деле весьма преуспел, для кого-то все закончилось большим провалом. Наступившее бедствие служило многообещающим условиям деятельности коммунистов и фашистов, которые рассчитывали на крах либеральной цивилизации или обещали его своим сподвижникам, а теперь начали похлопывать по слабеющему телу либерализма в ожидании его кончины. Отказ от золотого стандарта и веры в благо невмешательства государства в экономику знаменует крах мироустройства в его хозяйственном измерении точно так же наглядно, как восхождение к власти тоталитарных режимов и укрепление авторитета национализма, обернувшееся катастрофическим концом в его измерении политическом. Либеральная цивилизация пугала тем, что ее правители утратили власть над ходом событий. Многим европейцам все еще было трудно разглядеть это. Тем не менее, и они продолжали лелеять мечту о возвращении эпохи, когда тогдашняя цивилизация обладала собственной верховной властью. Они забыли, что ее ценности определялись политической и экономической гегемонией, которая при том, что какое-то время себя оправдывала, пребывала в откровенном состоянии распада по всему миру. Глава третья. Процесс формирования Новой Азии. Проблемы Европы уже нельзя было удержать на одном единственном континенте. В скором времени они сказались на всесилии европейцев с точки зрения определения порядка вещей на всей планете, и первое доказательство данной тенденции поступили из Азии. Колониальная власть европейцев в Азии с точки зрения всемирной истории очень короткое время оставалась неоспоримой и бесспорной. К 1914 году союзникам своей державы британцы сделали Японию, роль которой состояла в предохранении интересов Великобритании в Восточной Азии. То есть британцам на это дело тратить свои ресурсы не требовалось. Власти еще одной державы России после поражения в войне, нанесенного ей Японии, снова повернулись лицом к Европе, а до этого двадцать лет занимались продвижением в сторону Желтого моря. Столетие принуждения Китая к подчинению, которое вполне могло закончиться фатальным исходом во время так называемого боксерского восстания, подходило к концу. После европейским империалистам не досталось больше никакой китайской территории. В отличие от Индии или Африки, в Китае удалось сохранить государственную независимость и распространить суверенитет на большую часть его территории в эпоху ослабления европейской мощи в Азии. По мере нарастания напряженности в Европе и прояснения того, что сдерживать японские агрессивные устремления неопределенное время будет сложно, европейские государственные деятели признали, что подходящая пора для приобретения новых портов или мечтаний о расчленении этого больного человека Востока прошло. Всем вполне пришлось бы по душе обращение к обычной британской политике открытых дверей, в результате которого власти всех стран получали возможность для поиска своей собственной коммерческой выгоды. Эти выгоды представлялись не такими радужными, какими считались в радостные дни 1890-х годов, и поэтому служили еще одной причиной более деликатного обращения с народами Азии. К 1914 году не только прошло время высокого накала европейского вооруженного натиска на Азию, но к тому же на континенте возникли революционные настроения, пробудившиеся из-за колониальной политики Запада, а культурное взаимодействие и экономическая мощь уже породили защитные рефлексы, требовавшие серьезного отношения. Уже в 1881 году гавайский король предложил императору Мэйдзи создание Союза и Федерации Азиатских Государств и Суверенов. Инициатива произвела эффект соломинки на ветру, но такие непроизвольные внешние действия в Японии теперь уже казались очевидными. Их косвенная роль в качестве катализатора модернизации, пропущенного через местное азиатское принуждение, задавала темп в следующей фазе сотни лет войны Востока с Западом. Первые сорок лет двадцатого века азиатская история писалась под решающим влиянием японского динамизма. Революция Китая оказала на нее сходное влияние уже после 1945 года, когда вместе с новыми определяющими судьбу народов, внешними силами извне, Китай снова обойдет Японию по важности в определении контуров азиатских отношений. К тому же китайцы закрыли европейскую эпоху в Азии. Динамизм Японии проявился одновременно в экономическом росте и энергичном приобретении чужих территорий. На протяжении длительного времени экономический рост был более заметным. Он служил неотъемлемым элементом общего процесса вестернизации, которым в 1920-х годах еще вполне можно было подпитывать настроение либерального оптимизма по поводу Японии и маскировать истинный японский империализм. В 1925 году внедрили всеобщее избирательное право и вразрез с многочисленными европейскими свидетельствами того, что это право совсем не обязательно связано с либерализмом или умеренностью режима, перед нами снова появляется подтверждение продолжения постепенного конституционного процесса, начатого в 19 веке. Эта убежденность, разделявшаяся и иностранцами, и японцами, какое-то время способствовало промышленному росту Японии, особенно в атмосфере экспансивного оптимизма, пробужденного Первой мировой войной, которая дала ему мощную подпитку. Рынки, особенно в Азии, на которых Япония столкнулась с острой иностранной конкуренцией, достались ей в полное распоряжение, когда бывшие участники обнаружили, что им не хватает ресурсов для удовлетворения военных потребностей собственных стран, правительства стран Антанты заказали у японских производителей крупные партии боеприпасов, а в условиях нехватки судоходных мощностей в мире японским верфям достались необходимые им заказы на постройку судов. В годы войны японский валовой национальный продукт увеличился на 40%. После перерыва в 1920 году наращивание выпуска продукции возобновилось и в 1929 году японцы располагали промышленной базой, позволившей, при том, что привлекалось меньше пятой части населения, за 20 лет увеличить производство стали практически в 10 раз, текстильное производство в 3 раза и удвоить объем добычи угля. Японская обрабатывающая промышленность начала оказывать влияние на остальные азиатские страны. Японцы ввозили железную руду из Китая, Ималайи, уголь из Маньчжурии. Японская промышленность по сравнению с промышленностью иностранных держав все еще выглядела незначительной, и хотя она сосуществовала с устойчивым мелким и ремесленным сектором, новая промышленная мощь Японии с 1920-х годов уже служила формирующим фактором одновременно внутренней политики и международных отношений. В частности, она сказывалась на отношениях Токио с материковой Азией. Противоположный пример, единственной в своем роде и динамичной роли Японии, представлял Китай с продолжающимся закатом его политической системы, хотя судьбой ему предназначено превратиться в величайшую державу Азии и всего мира. Огромную важность все приписывают революции 1911 года, но ее участники самостоятельно не смогли покончить со смутными временами в своей стране. В принципе, она ознаменовала новую эпоху намного основательнее Французской или Российской революции. Китайская революция означала конец более двухтысячелетий истории, на протяжении которой единство Китая удерживалось конфуцианским государством, а в китайской культуре и обществе доминировали конфуцианские идеалы. Неразрывно переплетенные конфуцианство и правопорядок слились в единое целое. Организаторы революции 1911 объявили об отмене стандартов, на которых держалась китайская традиция. С другой стороны, эта революция представляется ущербной прежде всего по двум показателям. В первую очередь, она выглядит скорее разрушительной, чем созидательной. Цинская империя скрепляла вместе обширную страну, фактически континент, состоящую из во многом отличных областей. Ее крах означал, что центробежное местничество, многократно проявлявшееся в китайской истории, могло бы снова обрести полную власть над народами. Многими революционерами двигала пещерная зависть к Пекину и недоверие к центральной власти. Активисты тайных сообществ, мелкопоместное дворянство и военачальники с большим на то желанием выразили свою готовность выступить с претензией на власть и взять в свои руки налаживание дел в своих собственных провинциях. Такие центробежные тенденции сдерживались усилиями генерала Юань Ши Кая, пока тот находился у власти в Китае до 1916 года, но после его кончины ситуация полностью вышла из-под контроля. Линия раскола у китайских революционеров проходила между группировкой сплотившейся вокруг Суньяцена и названной Национальной Народной Партией или Гоминьданом и к тому же причисленной к националистам и теми, кто поддерживал центральное правительство, сформированное на парламентской основе в Пекине. Суньяцен пользовался поддержкой, поступавшей главным образом от деловых кругов города Гуанчжоу и кое-кого из милитаристов юга. На таком фоне набирали силу мелкие китайские диктаторы-милитаристы. К ним относились военачальники, в распоряжении которых оказались значительные по численности, достойно хорошо вооруженные отряды, игравшие свою роль во времена, когда центральное правительство никак не могло собраться с силами. Между 1912 и 1928 годами таких диктаторов насчитывалось больше тысячи человек, и часто под их контролем находились важные для государства районы. Кое-кто из них занимался прогрессивными реформами, кто-то перешел к откровенному бандитизму, еще кто-то обладал достойным положением в обществе, чтобы претендовать на государственную власть. Все происходящее напоминало конец Римской империи, но не такой затянувшийся. Когда некому было занять место постаревших, обученных своему ремеслу государственных чиновников, свои услуги предлагали профессиональные военные чины. Выдающимся образцом такого чина можно считать самого знаменитого Юань Шикая. Здесь обратите внимание на второй изъян революции 1911 года. Она не обеспечила основания для соглашения по поводу дальнейшего прогресса. Сунь Яццен сказал, что перед тем, как заниматься решением социальных проблем, следует разобраться с национальным вопросом. Но большие разногласия вызывали воззрение на сами контуры национального китайского будущего, отстранение от власти правящей династии лишило революционеров общего врага, что задержало появление единства в их рядах. При всей, по большому счету, созидательности интеллектуальная неразбериха, царившая в рядах революционеров на протяжении первых десяти лет китайской революции, оказалась глубоко неоднозначной и показательной с точки зрения грандиозности задачи, ждущей тех, кому удастся восстановить Китай в его высшей славе. С 1916 года начинает собираться группа реформаторов в области культуры, и костяк этой группы сложится в главном университете Пекина. За год до того один из них по имени Чэнь Дусю основал редакцию журнала под названием «Новая молодежь», ведь как раз судьба молодого поколения оказалась в центре внимания устроенных реформаторами дебатов. Чэнь Дусю проповедовал среди китайской молодежи, в руках которой, как он полагал, должна находиться судьба революции, полное отрицание старинной китайской культурной традиции. По примеру остальных китайских интеллектуалов, рассуждавших на досуге о творчестве Хаксли и Дьюи, а также знакомивших своих смущенных соотечественников с трудами Ипсена, Чэнь Дусю считал, что ключ от будущего человечества лежит на Западе. В дарвинистском примате борьбы за существование Запада, его индивидуализме и утилитаризме, этот публицист видел путь вперед. Но каким бы авторитетом это руководство не пользовалось, и какими бы восторженными не казались его ученики, упор на переучивание китайцев по европейским стандартам уже представлялся большим его дефектом. Мало того, что подавляющее большинство образованных и преданных родине китайцев питали искреннюю привязанность к своей традиционной культуре, европейские представления к тому же однозначно признавали среди наиболее нетипичных элементов китайского общества, проживающих в прибрежных городах купцов и их отпрысков студенческого возраста, подчас отправленных обучаться за границей, основная масса китайского народа с большим трудом поддавалась соблазну европейскими идеями и призывами, и высокий спрос остальных реформаторов на народную литературу служил тому одним из доказательств. в той степени в какой китайцы подчинялись своим националистическим чувствам, они уже готовы были выступить против Запада и вдохновляемого европейцами капитализма, который для многих жителей Поднебесной означал еще один изощренный вид эксплуатации человека человеком и выглядел самым наглядным порождением цивилизации, навязываемым им кое-кем из реформаторов, но основная часть крестьянской массы Китая после 1911 года выглядела совершенно равнодушной к революции, к происходившим событиям и к агитации взвинченной ориентированной на Запад молодежи общее представление об экономическом их положении составить трудно. Китай представляется слишком обширной и многообразной страной, но все-таки напрашивается вывод о том, что политическая шаткость, возникшая после свержения династии Цин и прихода к власти милитаристов, стала причиной к ухудшению условий жизни на больших просторах Северного Китая, причем эксплуатация крестьянства усилилась. Ничтожный доход, за счет которого крестьяне сводили концы с концами между сбором урожая, от земли зачастую им даже не принадлежавшей, в некоторые годы вообще отбирался непосредственно войной или из-за сопутствующих ей обстоятельств, голода и эпидемий, организаторы китайской революции только тогда могли рассчитывать на успех, когда им удастся воспользоваться бедами крестьянства ради приобретения власти, необходимой для всеобъемлющего изменения общества. В самом начале двадцатого века культурный акцент реформаторов иногда служил маскировкой их нежелания предусмотреть практические политические шаги, без которых было не обойтись. Слабость Китая по-прежнему сулила японцам большие выгоды. Мировая война выглядела удобным случаем, чтобы снова заняться воплощением в жизнь их честолюбивых планов девятнадцатого века. Грех было не воспользоваться благоприятной ситуацией, когда европейцы погрязли в склоках друг с другом. Союзникам Японии нечего было возразить на захват ее экспедиционным корпусом немецких портов в Китае. Даже если бы им этого захотелось, куда было деваться в условиях, когда европейцы остро нуждались в японских судах и промышленных товарах. Японцы постоянно лелеяли надежду на то время, когда у них появится возможность отправить свою собственную армию в Европу на войну, хотя ничего подобного не произошло. Наоборот, японцы коварно распространяли слухи, будто собираются заключить сепаратный мир с немцами и двинуться вглубь Китая. В начале 1915 года японское правительство переправило китайским властям список из 21 требования и предъявило ультиматум. Фактически из Токио поступило предложение о японском протекторате над Китаем. Власти Соединенного Королевства и США по дипломатическим каналам сделали все возможное, чтобы умерить японские аппетиты. Но в конечном счете руководители страны восходящего солнца получили практически все из того, чего они домогались, а вдобавок еще очередное подтверждение их особых торговых и арендных прав на территории Маньчжурии. Китайских националистов действия японцев привели в ярость, но ничего изменить на тот момент, когда порядок в их внутренней политике отсутствовал, они не могли. Ситуация в Китае тогда выглядела настолько запутанной, что сам Сунь Яцен к тому времени отправился в Японию искать там поддержки своему делу. Следующее вооруженное вторжение началось в 1916 году, когда японцы оказали нажим на британцев и те отказались одобрить попытку Юаньшикая восстановить стабильность в своей стране, провозгласив себя императором. В следующем году наступило время для очередного соглашения, в соответствии с положениями которого особые интересы Японии признавались на территории до внутренней Монголии. В августе 1917 года китайское правительство объявило войну Германии в наивной надежде на приобретение доброй воли и поддержки, способной обеспечить китайцам независимый голос на переговорах о мире. Однако через считанные месяцы власти США формально признали особые интересы Японии в Китае в обмен на одобрение принципа открытых дверей и обещание сохранить целостность китайской территории и независимость Пекина. От антанты китайцы добились всего лишь отмены статуса экстерриториальности для немцев и австрийцев, а также уступки по возмещению ущерба западным странам-победителям в связи с так называемым боксерским восстанием, оплату которого отложили на более поздний срок. Японцы, ко всему прочему, добились от китайцев новых уступок в соответствии с секретными соглашениями 1917 и 1918 годов. Все-таки, когда пришло время для заключения мирного договора, его условия глубоко разочаровали китайцев и японцев в равной мере. К тому времени Япония превратилась в бесспорную мировую державу. В 1918 году японцы располагали третьим по величине военно-морским флотом в мире. Справедливости ради отметим, что по условиям мирного договора Японии перепадало совсем немало благ. Ей достались прежние немецкие права в провинции Шаньдун, обещанные им британцами и французами в 1917 году, предоставили мандат на распоряжение многочисленными прежними немецкими островами в Тихом океане и постоянное место в Совете Лиги Наций. Но достижение по существу, подразумевавшееся таким признанием, в глазах азиата перечеркивалось тем, что бюрократы Лиги Наций отказались включить декларацию о равенстве всех рас в устав своей международной организации. По данному вопросу, единственному, когда японцы и китайцы в Париже стояли плечом к плечу, Вудро Вильсон отклонил мажоритарное голосование, предложив, чтобы его одобрение принималось единодушно. Делегаты Соединенного Королевства Австралии и Новой Зеландии проголосовали против него. Желтую расу в Лиге Наций с признанием их права прокатили. У китайцев нашлось еще немало поводов для уныния, так как при всем сочувствии к ним со стороны широких слоев носителей мирового общественного мнения, особенно в США, по поводу 21 японского требования, никакой отмены шаньдунского решения не случилось. Обиженный отсутствием американской дипломатической поддержки и раздосадованной расколом внутри своей собственной делегации между представителями правительства в Пекине и Гоминьдана из Гуанчжоу подписывать соглашение китайцы отказались. Практически безотлагательно в Китае последовал очередной мятеж, которому некоторые комментаторы придали такое же значение, как и самой революции 1911 года. Речь идет о движении 4 мая, оформившемся в 1919 году. Оно берет начало от студенческой демонстрации в Пекине, приуроченной к подписанию мирного договора и назначенной на 7 мая, когда исполнялось 4 года со дня навязывания Китаю японских требований 1915 года. Однако из-за опасения жесткой реакции властей активисты перенесли проведение демонстрации на 4 мая. С самого начала она переросла всего лишь в легкий мятеж, из-за которого отправили в отставку ректора университета. Позже на его основе развелось общенациональное студенческое движение, считающееся одним из первых политических результатов широкого распространения в Китае после 1911 года новых колледжей и университетов. Оно, в свою очередь, распространялось на прочие группы населения наряду со студентами и проявилось в забастовках, а также бойкоте японских товаров. К движению начавшемуся с интеллектуалов и их учеников присоединялись остальные городские жители, прежде всего промышленные рабочие и новые китайские капиталисты, нажившиеся на войне. Движение 4 мая считается самым важным к тому времени доказательством растущего отвержения Европы жителями Азии. На арену впервые выходит индустриальный Китай. Во время войны Китай наряду с Японией пережил мощное экономическое оживление, при том, что сокращение европейского импорта в Китай частично компенсировалось увеличением сбыта японских и американских товаров, китайские предприниматели в портах нашли выгодным инвестировать в производство товаров для внутреннего рынка. За пределами Маньчжурии стали появляться первые крупные промышленные зоны. Они принадлежали прогрессивным капиталистам, сочувствовавшим революционным представлением, тем более, что с возвращением мира возобновилась западная конкуренция и появились доказательства того, что китайцы еще не заслужили освобождения от опеки со стороны иноземцев. Простые наемные рабочие тоже получили повод для негодования. Им грозила потеря работы. Многие из них относились к горожанам в первом поколении, привлеченным в новые промышленные зоны из сельской местности обещаниями оплачиваемой работы. Любое выдергивание из цепкой почвы крестьянской традиции в Китае было еще более важным, чем в старорежимной Европе. Семейные связи и связи между жителями одной деревни в Китае казались гораздо более прочными. Переселенец в город бросал на родине патриархальный авторитет и взаимные обязательства каждого отдельного труженика, всей семьи. В результате происходило дальнейшее заметное ослабление структуры древних времен, пережившей революцию и все еще связывавшей Китай с его прошлым. Таким образом появлялся новый материал идеологической обработки в новом свете. Участники движения 4 мая первыми показали, чего можно добиться силами, вошедшими в первую китайскую революционную коалицию, созданную на широкой основе. Прогрессивного европейского либерализма для него было недостаточно. Успех данного движения, как подразумевалось, зависел от крушения надежд многочисленных реформаторов в сфере культуры. Суть капиталистической европейской демократии проявилась в беспомощности китайского правительства перед нашествием агрессивной Японии. Теперь правительству предстояло новое унижение от своих собственных подданных. Из-за бойкота и демонстрации его председателю пришлось освободить арестованных студентов и уволить своих симпатизировавших японцам министров, но важных последствий действия участников движения 4 мая насчитывалось гораздо больше. При всей ограниченности их политического влияния реформаторы впервые благодаря студентам прорвались в мир социального действия. Такой прорыв пробудил безграничные надежды и вызвал повышенный политический интерес среди масс, какого никогда раньше не наблюдалось. Так получается, что современная китайская история начинается практически в 1919 а не в 1911 году. Все-таки взрыв обусловился волей азиатского порыва, а также японских амбиций. Носители того порыва новичками в делах Китая не считались и к 1919 году они действовали на территории Китая, культурная традиция которого подвергалась стремительному распаду. С отменой системы официальных испытаний для кандидатов на государственную службу, возвращением европеизированных изгнанников, а также началом больших споров по поводу литературы и культуры военных лет, ситуация ушла слишком далеко, чтобы ее можно было как-то вернуть к старому устойчивому состоянию. Милитаристы не могли предложить нового авторитета, способного определить контуры традиционности и сохранить ее, и теперь даже великый соперник конфуцианского прошлого в лице европейского либерализма превратился в объект нападок, так как ассоциировался с эксплуатацией китайцев иностранцами, западный либерализм никогда не вызывал положительного отклика в китайских народных массах. Теперь его очарованию в глазах интеллектуалов угрожала новая альтернативная идеологическая сила запада, появившаяся на сцене. Благодаря большевистской революции у марксизма появилось пристанище, куда его зарубежные сторонники могли прибыть за вдохновением, руководящими указаниями, наставлениями и иногда за материальной поддержкой. Великий новый фактор тем самым появился внутри уже распадающейся исторической эпохи и предназначался он для ускорения ее конца. Февральская революция 1917 года и большевистская победа получили горячее одобрение со стороны одного из учредителей общества новой молодежи по имени Ли Даджао, который с 1918 года служил библиотекарем в Пекинском университете. Прошло совсем немного времени и он увидел в марксизме движущую силу мировой революции и средства оживить китайское крестьянство. В то время характерное разочарованием в Западе СССР получил большую популярность среди китайских студентов. Создавалось такое впечатление будто правоприемники царя выдворили из своей страны старого империалиста Адама Смита, так как одним из первых действий нового советского правительства был формальный отказ от всех экстерриториальных прав и юрисдикций принадлежащих царскому государству. В глазах националистов власти СССР тем самым умыли руки. Более того, советская революция, то есть революция в преимущественно крестьянской стране, строилась на доктрине, применимость которой для Китая казалась особенно подходящей на фоне индустриализации вызванной войной. В 1918 году начались занятия марксистского кружка Пекинского университета, участники которого выросли в видных деятелей движения 4 мая. Один из них служил помощником университетской библиотеки, а звали его Мао-Адзе-Дуном, и тогда он был высоким и крепким молодым человеком из Хунани, питавшим живой интерес к новым политическим идеям. К 1920 году в студенческих журналах начинали появляться труды марксистов и в том же году вышел в свет первый полный перевод на китайский язык коммунистического манифеста. Теперь к тому же предпринимались первые попытки применения марксистско-ленинских принципов в поддержку движения 4 мая. Однако марксизм оказался еще и поводом для раскола среди китайских реформаторов. Чэнь Ду-Сю обратился к нему в 1920 году как к инструменту решения проблем Китая. Он посвятил всю свою энергию делу сплочения зарождающегося китайского левого движения вокруг марксизма. Либералы начали отставать и поплелись в хвосте событий. Руководство Коминтерна воспользовалось благоприятной возможностью и в 1919 году командировало в Китай своего первого представителя для оказания помощи Чэнь Ду-Сю и Ли Да-Джао. Особой пользы этот представитель своим подопечным не принес. Раздоры не прекратились. Тем не менее при обстоятельствах весьма туманных нам неизвестно ни конкретных имен ни точных дат в Шанхае в 1921 году делегатами прибывшими из многих провинций Китая Мао Цзэдун уже находился среди них было провозглашено образование Коммунистической партии Китая КПК. Так начинался новый этап китайской революции и свершился свежайший поворот в той занимательной полемике что велась касательно отношений Европы с Азией. В очередной раз чуждое европейское представление в виде марксизма родившееся и сформировавшееся в обществе тотально отличающимся от традиционных социумов Востока воплощавшее в себе подноготную предположений восходящих к иудейско-христианской культуре азиатские народы подобрали и приступили к его применению. Марксизм предстояло обрушить в равной степени на приверженцев традиций и остальных революционеров Китая. И все ради конкретных советских целей модернизации повышения эффективности и проведения индустриализации его мощь составляла главная предпосылка воплощение которой на практике представлял Советский Союз и состояла она в том что сошедшая с орбиты цивилизованного развития общества можно вернуть на нее в виде технически вполне современного и справедливого для своего народа. Огромное преимущество коммунизма в Китае заключалось в том что капитализм в этой стране не составляло труда представить в форме объединяющего связующего принципа находящегося на службе иноземной эксплуатации других народов и захвата чужих земель. В 1920-х годах раздробленность Китая послужила поводом для того чтобы перестать считаться с этой страной в международных отношениях при этом властям девяти держав заинтересованных в азиатских делах поручили обеспечение ее территориальной целостности а японцы согласились возвратить бывшие немецкие водчины на территории Китая которые они прихватили по ходу Первой мировой войны. Все мероприятия узаконивались сложным набором соглашений заключенных в Вашингтоне а его стержнем служило международное ограничение на военно-морскую мощь большие неудобства возникли из-за затрат на вооружение В результате Япония стала еще сильнее Известные четыре ведущие державы становились гарантами неприкасаемости имущества друг друга и тем самым обеспечивались достойные похороны англо-японского альянса кончина которого страстно желали американцы А вот обещания Китаю как все знали стоили ровно столько сколько американцы захотят воевать в интересах поддержки пекинского правительства британцы в соответствии с соглашениями обязали отказаться от строительства военно-морской базы в Гонконге Тем временем иноземцы продолжали распоряжаться таможенными и налоговыми поступлениями за счет которых существовало пекинское правительство независимого так сказать Китая а иностранные агенты и предприниматели когда это казалось им удобнее вели дела непосредственно с местными диктаторами милитаристами при том что американцы со своей политикой дальше ослабляли позиции европейцев в Азии в Китае это глаза не бросалось одна из причин привлекательности марксизма для китайских интеллектуалов выходила за пределы формальной структуры коммунистической партии Китая и заключалась в решающем влиянии так называемых заморских чертей на жизнь поднебесной которого они не пытались даже скрывать Суньяцен обращал внимание на свое доктринальное несогласие с таким положением вещей но придерживался воззрений которые способствовали смещению Гоминьдана с позицией традиционного либерализма в сторону марксизма в соответствии с его видением мира СССР Германия и Азия разделяли общие интересы как эксплуатируемые державы противостоящие своим угнетателям и врагам в лице четырех империалистических держав Германию присислили к категории противников империализма после 1921 года когда немцы начали строить с китайцами равноправное отношение он сформулировал новое понятие недоколония гипоколония желая обозначить положение дел при котором Китай эксплуатировался без формального подчинения в качестве вассала его заключение звучит апологетикой коллективизма ни в коем случае нельзя предоставлять больше свободы индивидууму писал он вместо него предоставьте свободу нации тем самым он заново подтверждал целесообразность отсутствия свободы личности а подчинение личности обществу утверждалось в классических китайских воззрениях и традициях во главу налаживания взаимодействия КПК с Гоминьданом с Гоминьданом представлялось реальному В качестве частных лиц, если отвлечься от партийной принадлежности, они вполне могли принадлежать Гоминьдану. Одаренного молодого сподвижника Суньяцена по имени Чан Кайши отправили на обучение военной науке в Москву, а в Китае основали военное училище, предназначенное для идеологического воспитания, а также военной подготовки кадровых партийных работников. В 1925 году Суньяцен умер. Сотрудничество с коммунистами при его последователях упростилось, и Единый фронт тогда устоял. В завещании доктора Сунья, которое китайские школьники учили наизусть, сказано, что революция еще не завершена, и в то время как коммунисты добились важного продвижения на пути к приобретению поддержки этой революции со стороны сельских жителей некоторых провинций, Бойцы новой революционной армии, возглавляемой молодыми офицерами-идеалистами, ведут наступление на диктаторов-милитаристов. К 1927 году под руководством Гоминьдана стране удалось вернуть некоторое подобие единства. Антиимпериалистические настроения помогли довести до победного конца бойкот китайцами британских товаров, после чего британское правительство, встревоженное свидетельствами усиления советского влияния в Китае, отказалось от своих концепций в Ухане и Дзюцзяне. Британцы уже обещали вернуть Китаю Вэй Хай Вэй, 1922 год, а американцы отказались от своей доли контрибуции, причитавшейся за так называемое «боксерское восстание». Такого рода достижения дополняли признаки укрепления и активизации китайского национализма. Должного внимания долгое время не уделяли одному важному аспекту этой революции. Теоретики марксизма всегда особо выделяли непреложную революционную роль промышленного пролетариата. Китайские коммунисты гордились успехами, достигнутыми ими в политизации новых городских рабочих, но народную массу в Поднебесной представляли сельские жители. Все еще пребывавшие в ловушке мальтузианского порока, касающегося роста численности народонаселения и нехватки земельных угодий, длившиеся веками страдания крестьян только усилились в годы ослабления центральной власти и диктата деспотов-милитаристов. Кое-кто из марксистов разглядел в азиатских крестьянах наличие собственного революционного потенциала в силу жестокой эксплуатации, выпавшей на их долю. При том, что такой вывод противоречил марксистской ортодоксии и мнению большинства кадровых работников Коминтерна, он, тем не менее, нашел подтверждение в опыте китайских коммунистов. Мао Цзэдун и те, кто разделял его точку зрения, пришли к выводу о том, что определенная часть земледельцев найдет для себя причину для того, чтобы присоединиться к городскому пролетариату в поддержку революции. Они приступили к эксперименту через агитационную и организационную деятельность среди селян в родной провинции председателя Мао, расположенной на юге центрального Китая. Им сопутствовал внушительный успех. За несколько месяцев, — писал Мао Цзэдун с типичным для него преувеличением, — крестьяне исполнили то, к чему стремился доктор Суньяцен, но чего он не добился за те сорок лет, которые посвятил национальной революции. Благодаря организации масс удалось устранить многие недуги, отравлявшие жизнь селян, от землевладельцев они не избавились, но их аппетиты с точки зрения назначения арендной платы во многом стали умеренными. Растощические проценты понизили до разумных уровней, революции на селе не коснулись всех предыдущих прогрессивных движений, расплодившихся в Китае, и Мао Цзэдун оценил такую особенность как ключевой недостаток революции 1911 года. Успех коммунистов в достижении данной цели опирался на открытие того, что эту революцию оказалось можно провести, мобилизовав революционный потенциал самих земледельцев. Такое открытие сыграло гигантскую роль в будущем, ведь оно обещало новые возможности для исторического развития по всей Азии. Мао Цзэдуну удалось все это по достоинству оценить. «Если демократическую революцию оценивать по десятибальной шкале», написал он в одном своем труде, «тогда достижением городских жителей и воинским частям достанется только лишь три балла, в то время как остающиеся семь баллов должны присвоить земледельцам за их революции и насилие». В описании, дважды повторенном в докладе, о движении в провинции Хунань, он сравнил крестьян со стихийной силой. «Их наступление выглядит буквально как буря или ураган. Те, кто подчиняется ей, выживает, а кто оказывает сопротивление, погибает». Это описание считается очень важным. В нем отразилось нечто, уходящее корнями глубоко в китайскую историю и долгую борьбу против землевладельцев с разбойниками. Если коммунисты упорно старались избавиться от традиций через искоренение старого образа жизни и слом авторитета семьи, они, тем не менее, уповали на нее. Появление коммунистов в сельской местности, пусть даже и на много меньшем количестве, чем утверждал председатель Мао, служило ключом к сохранению Компартии Китая в условиях тупика, в котором оказались ее отношения с Гоминьданом после смерти Суньяцена. С уходом доктора Суня в лучший мир в рядах Гоминьдана начался раздор между сторонниками его левого и правого крыла. Молодой Чан Кайши, воодушевленный одновременно японским и советским примером толковости и порядка в их обществе, оказался на стороне правых, которые выступали за национальное единство и укрепление государства, а также, в первую очередь, за обязательное достижение военного успеха в кампаниях против диктаторов-милитаристов и северного правительства. Чан Кайши возглавил войска, принявшие участие в операции, названной в руководстве Гоминьдана, северной экспедиции, представлявшей собой триумфальный поход по северным городам, стартовавший в 1926 году. Руководство КПК поддержало данную экспедицию и попыталось организовывать волнение среди фабричных рабочих перед появлением вооруженных отрядов Гоминьдана. Но чем больше успех приносила такая тактика совместных действий, тем острее становилось недоверие между коммунистами и представителями правого крыла националистов. Разногласия внутри Гоминьдана относительно стратегии борьбы удалось ликвидировать, когда генерал Чан, убедившийся в своем непререкаемом авторитете среди подчиненных, направил их усилия на разгром левых фракций и ячеек ККП в городах. Исполнение такой задачи в 1927 году сопровождалось большим кровопролитием в Шанхае и Нанкине, свидетелями которого стали военнослужащие европейских и американских контингентов, присланных в Китай на защиту западных концессий. Деятельность КПК попала под запрет. Однако ее сотрудничество с Гоминьданом продолжалось в различных областях на протяжении еще нескольких месяцев, по большому счету из-за нежелания советского правительства рвать отношения с Чан Кайши. При этом созрели все условия для разгона китайских коммунистов в городах без особых на то усилий. Представители Коминтерна в Китае, впрочем, как и во всех остальных странах, близоруко преследовали цели, считавшиеся якобы отвечавшими советским интересам, преломляемым через зеркало догматического марксизма. Для Сталина эти интересы в первую очередь связывались с его внутренней политикой. Во внешней политике он искал в Китае кого-то, кто мог бы противостоять британцам, то есть крупнейшей на тот момент империалистической державе, и свой выбор руководитель советского государства остановил на Гоминьдане. Его выбор полностью отвечал теории марксизма-ленинизма. Согласно марксистской традиции пролетарской революции должна была предшествовать революция буржуазно-демократическая. Только после окончательной и не вызывающей ни малейшего сомнения победы Гоминьдана из КПК отозвали всех советников, командированных туда из СССР. Китайским коммунистам пришлось отказаться от открытой политики, чтобы перейти на положение подрывной, подпольной организации, основу которой составляли немногочисленные сельские партийные ячейки, пережившие резню, устроенную Чан Кайши. Советская помощь китайским националистам принесла большую пользу, а вот китайским коммунистам она впрок не пошла. Но в довесок гоминьдановцам достались серьезные проблемы, и к тому же они остались с гражданской войной на руках, в то время, когда их революции требовалось удовлетворить требованиям масс, иначе она была обречена на поражение. Даже представители правого крыла гоминьдана не избежали раскола, и вина за него лежала не на одном Чан Кайши, хотя лично он пытался вести себя как настоящий европейский диктатор. Из-за возникших внутренних разногласий ему стало гораздо сложнее принять окончательное решение милитаристской проблемы. К тому же произошло ослабление фронта борьбы с иностранным врагом, что представлялось делом куда более серьезным. Враждебный нажим со стороны Японии продолжился в 1920-х годах после временного ослабления напряженности и возвращения Циндао к Китаю. Ситуация внутри Японии претерпевала изменения самым серьезным образом. Когда в 1920-х годах закончился связанный с войной экономический подъем, наступили трудные времена и последовало усиление напряжения в обществе, а ведь до мирового экономического спада дело еще не дошло. К 1931 году остановилась половина фабрик и заводов Японии. Крах европейских колониальных рынков и предохранение всего оставшегося от них новыми тарифными барьерами возымели сокрушительное воздействие с падением объема вывоза японских промышленных товаров за рубеж на две трети. Теперь крайнюю важность для Японии приобрели экспортные отдушины, сохранившиеся на азиатском материке. Любые реальные и мнимые угрозы их закрытия вызывали у японцев острое раздражение. Положение японского крестьянина тоже пошатнулось. Миллионы земледельцев стали банкротами или обнищали до такой степени, что ради физического выживания решились на продажу своих дочерей в проститутки. Не заставили себя ждать серьезные политические последствия, причем выражавшиеся не столько в обострении классовой вражды, сколько в усилении националистического экстремизма. Силы, которым предстояло влиться в движение крайнего национализма, на протяжении длительного времени отвлекались на борьбу с так называемыми неравноправными соглашениями. Этим заблудшим массам требовался новый выход дурной энергии, и суровая действительность функционирования промышленного капитализма во времена делового спада обеспечивала свежую подпитку враждебного отношения к Европе. Такого рода обстоятельства представлялись благоприятными для новой японской агрессии в Азии. Европейские колониальные державы откровенно перешли к обороне, если только не готовили всеобщее отступление по всем фронтам. Голландцы в 1920-х годах погрязли в восстаниях на Яве и Суматре, французы в 1930 году получили массовый подъем сопротивления со стороны вьетнамцев, и там, и там колонизаторам досталась зловещая новинка в виде помощи коммунистов мятежникам-националистам. Британцы в Индии подобных трудностей по большому счету избежали. Однако при том, что кое-кто из англичан все еще не готов был смириться с мыслью о переходе Индии на самоуправление, к тому времени такая цель объявлялась задачей британской внешней политики. В Китае британцы в 1920-х годах уже не скрывали, что им вполне хватит спокойного сосуществования с националистическим движением, оценить которое по достоинству им было сложно, и не слишком позорного ущерба репутации. Их политика на восточно-азиатском направлении после экономического краха, после которого терялся смысл натравливания американцев на Японию, выглядела совсем беспомощной. Наконец, советская держава тоже внешне утратила былую напористость после не совсем удачной попытки влиять на ход событий в Китае. Китайские националисты, наоборот, добились заметных успехов, сохранили наступательный порыв, и все поверили в то, что они составляют угрозу ставшему привычным японскому присутствию в Маньчжурии в качестве хозяев. Все эти факторы учитывались в оценках, проведенных японскими государственными деятелями на фоне углубления делового спада. Решающим театром военных действий японские аналитики назначили Маньчжурию. Она досталась японцам в полное распоряжение в 1905 году. Туда полились щедрые японские инвестиции. Сначала китайцы шли на всевозможные уступки, но в 1920-х годах усомнились во всем происходящем. А открыть глаза им помогли советники из СССР, увидевшие опасность, исходившую от японцев, продвигавших свои интересы к границе внутренней Монгории. В 1929 году китайцы фактически вступили в спор с властями Советского Союза по поводу распоряжения железной дорогой, пролегавшей по территории Маньчжурии и служившей прямым путем до Владивостока, но тогдашний конфликт мог произвести на японцев впечатление с точки зрения появления утраченной было живости китайской державы. Националисты из Гоминьдана утверждались на территориях былой империи. В 1928 году случился вооруженный конфликт, когда японцы попытались предотвратить в Северном Китае действия солдат Гоминьдана против диктаторов-милитаристов, которым в Токио оказывали покровительство как собственным марионеткам. Кроме того, японское правительство не располагало однозначным контролем в ситуации на месте. Фактическая власть в Маньчжурии принадлежала командующему японскими войсками на ее территории. И когда в 1931 году военные организовали провокацию под Шеньяном, которую тут же использовали в качестве предлога для обретения контроля над всей провинцией, те в Токио, кто хотел обуздать их аппетиты, сделать этого не могли. Пришло время провозглашения нового марионеточного государства под названием Маньчжоуго с назначением его правителем последнего императора династии Маньчжуров, протестов в Лиге наций по поводу японской агрессии, покушений в Токио, после которых произошло учреждение там правительства, находившегося под намного более мощным влиянием со стороны военных чинов и обострение спора с Китаем. В 1932 году японцы ответили на китайский бойкот их товаров высадкой войск в Шанхае. В следующем году они двинулись на юг от Великой Китайской Стены, чтобы навязать китайцам мир, по условиям которого Японии досталось бы господство над частью территории исторического Китая как такового, и тщетно попытались образовать сепаратистский Северный Китай. Все это продолжалось до 1937 года. Гуминдановское правительство тогда проявило полное бессилие к сопротивлению империалистической агрессии. Из своей новой столицы города Нанкино оно, однако, успешно управляло всей остальной территорией своей страны, за исключением нескольких пограничных областей. Его министры продолжали сводить на нет положение унизительных договоров и пользовались благоприятным положением, при котором власти иностранных держав видели в них инструмент противостояния коммунизму в Азии, чтобы проявлять большую сговорчивость. Правительство Чанкайши, к тому же, обеспечило солидный экономический рост в ряде секторов народного хозяйства и значительное наращивание боевых возможностей китайских вооруженных сил, что выглядело большим его достижением. Эти достижения, какими бы значительными они ни казались, тем не менее, служили ширмой для важных недостатков, принижавших успехи гуминдановцев во внутренней политике. На периферии страны к предписаниям центрального правительства относились в лучшем случае небрежно, и его министрам приходилось заключать сделки с местными авторитетами, которым принадлежала фактическая власть. В известной степени именно по этой причине, управившего режима, возникали большие трудности с привлечением необходимых поступлений от налоговых сборов. Но главным его провалом виделось то, что его чиновники не уделяли должного внимания реформе в сельской местности, отдавая все силы приобретению преданности со стороны культурной верхушки страны. По этой причине фундамент созданного Чанкайши нового Китая выглядел сооружением ненадежным, и к тому же опять набирал силу его опасный соперник. Верховное руководство КПК на протяжении некоторого времени продолжало надеяться на городское восстание. В провинциях же, однако, отдельные вожаки коммунистического движения по-прежнему придерживались указаний, сформулированных Мао-Цзэдуном в Хунани. Они конфисковали поместья бежавших землевладельцев и организовывали местные советы трудящихся, то есть ловко пользовались традиционной крестьянской враждебностью к центральному правительству. К 1930 году они пошли дальше и сформировали свою армию в провинции Цзянси, где в Китайской Советской Республике насчитывалось или только значилось на бумаге 50 миллионов граждан. В 1932 году вожаки КПК покинули Шанхай, где находились на нелегальном положении, чтобы присоединиться к Мао-Цзэдуну в том его пристанище. Свои усилия гуминдановцы теперь направили на разгром армии коммунистов, но им сопутствовали постоянные неудачи. Им пришлось вести войну на два фронта в самый неподходящий момент, когда японцы оказывали сильнейший нажим. Последним великим усилием воли гуминдановцы вытеснили коммунистов из их пристанища, и им пришлось совершить Великий Северный Поход в провинцию Шаньси, начавшийся в 1934 году. Он с тех пор служил сюжетом для многочисленных литературных произведений китайских коммунистов и вдохновляющим для рядовых членов партии и события. Прибывшие туда семь тысяч выживших в походе бойцов получили поддержку со стороны местных коммунистов, но рассчитывать на спокойную жизнь им не приходилось. Только потребность в оказании сопротивления японцам послужила препятствием тому, чтобы гуминдановцы расправились с ними до конца. Осознанием внешней угрозы объясняются эпизодические очерки о возобновлении взаимодействия КПК и гуминдана ближе к концу 1930-х годов. К тому же свою роль сыграло новое изменение в политике коминтерна. Наступила эпоха повсеместных народных фронтов, когда коммунисты вступали в союзы с идейно-близкими партиями. Гуминдановцев тоже обязали умерить свои проклятия в адрес иноземцев, и тем самым они завоевали некоторое сочувствие в Великобритании, а главное в Соединенных Штатах Америки. Но ни взаимодействие с коммунистами, ни сочувствие европейских либералов не спасло режим китайских националистов от перехода к обороне, когда японцы в 1937 году предприняли решительное наступление. Так называемый «китайский инцидент», как японцы продолжали его называть, растянулся на восемь лет сражений, причинивших народу Китая тяжелейший нравственный и физический ущерб. Он приравнивался к развязыванию Второй мировой войны. В конце 1937 года китайское правительство в целях безопасности перебралось на далекий запад, в Чунцин, ведь в это время японцы заняли все важные северные и прибрежные районы Поднебесной. Осуждения японцев в Лиге наций и советские поставки самолетов казались одинаково тщетными для прекращения резни. Единственным позитивным моментом в первые черные годы войны выглядел невиданный подъем патриотического единства в Китае. Коммунисты и националисты в равной степени видели, что на кону стоят завоевания их национальной революции. Это осознавали и японцы. На оккупированных территориях они поощряли возрождение конфуцианства и укрепление власти коллаборационистов, преданных идее укрупненной восточно-азиатской сферы совместного процветания, разумеется, под эгидой Токио. Между тем, власти иностранных держав чувствовали себя удручающе неспособными вмешаться в конфликт, кроме Советского Союза, военные поставки которого гуминдановцам на начальном этапе сыграли важную роль в развитии хода войны. Протесты по поводу агрессии японцев со стороны западных держав и даже от имени собственных граждан, когда им угрожала гибель и они подвергались жестокому обращению, с порога отвергались оккупантами, которые к 1939 году дали однозначно понять, что готовы блокировать поселения иностранцев, если на Западе не согласятся признать новый японский порядок в Азии. Очевидным объяснением выглядели слабые позиции там британцев и французов. У них повсеместно возникли достаточные затруднения. Корни бессилия американцев уходили гораздо глубже. Вспомним тот признанный факт, что как бы не распинались власти США о материковой Азии, американцы никогда не решились бы воевать за нее. И их осторожность выглядит вполне благоразумной. Когда японцы обстреляли и потопили американскую канонерскую лодку под Нанкином, в государственном департаменте гневно посопели, но в конечном счете проглотили японские объяснения. Поведение американцев радикально отличалось от их реакции на уничтожение броненосца Мэн в бухте Гаваны 40 лет тому назад, хотя неофициально они снабжали Чанкайши кое-каким военным имуществом. К 1941 году Китай оказался практически полностью отрезанным от внешнего мира, хотя спасение находилось совсем рядом. В конце того года борьба китайского народа совпала с мировой войной, как и предвидел Чанкайши в моменты, когда его посещали самое здравое размышление. К тому времени, однако, гомендановский Китай подвергся ужасным разрушениям. В затянувшемся поединке между двумя потенциальными азиатскими соперниками, Япония выглядела явным победителем. В расходной части бюджета Японии следовало указать экономические издержки войны и растущие трудности, свалившиеся на ее оккупационные войска в Китае. При этом положение Токио на международной арене никогда раньше не выглядело таким прочным. Оно проявлялось в унижении европейских резидентов в Китае и принуждении британцев к закрытию в 1940 году Бирманской дороги, по которой шли поставки в Китай и французов к признанию своей оккупационной армией в Индокитае. Здесь появлялось искушение к дальнейшим рискованным предприятиям и от них никто не собирался отказываться до тех пор, пока военные чины пользовались тем же самым высоким престижем и властью в правительстве, каким он оставался с середины 1930-х годов. Во всем этом существовала еще и отрицательная сторона. Агрессивная политика требовала от властей Японии захватывать все большие экономические ресурсы Юго-Восточной Азии. И такая политика японцев к этому же медленно готовила американцев к вооруженной защите своих интересов. К 1941 году американцам стало совершенно ясно, что в ближайшее время им предстоит решать, останется ли их страна значимой в Азии державой. Фоном складывавшейся ситуации служило нечто более важное. Невзирая на свою агрессию против Китая, Япония надвигалась на пошатнувшиеся европейские позиции в Азии как раз под лозунгом «Азия для азиатов», красовавшимся в каждой витрине этой страны, точно так же, как поражение, нанесенное японцами России в 1905 году, ознаменовало начало новой эпохи в психологических отношениях Европы и Азии, все повторилось демонстрацией самостоятельности и мощи Японии в 1938 и 1941 годах, когда последовало свержение европейских империй в том виде, как это произошло, прозвучал сигнал на начало эпохи деколонизации, прекрасно подготовленной одной из азиатских держав, к тому времени преуспевшей в европеизации. Глава четвертая «Османское наследие и западные исламские земли» 19 столетие отмечено событием исторической важности. Османская империя утратила свои территории в Европе и Африке. На обоих континентах главными причинами называли одно и то же. разъединяющее влияние национализма и захватническую политику европейских держав. Совпадение сербского восстания 1804 года и провозглашение Мохаммеда Мали себя в качестве султана Египта в 1805 году означало наступление эпохи. Следует отметить затянувшееся ослабление власти тюрков в мире. В Европе следующей вехой периода заката османов считается греческий мятеж. С этого момента историю Османской империи в Европе можно свести к перечислению дат учреждения новых государств до тех пор, пока в 1914 году Турция в Европе не сжалась до территории Восточной Фракии. В Исламской Африке закат османской державы к тому времени шел все стремительнее. В начале XIX века от власти султана освободилась практически вся Северная Африка. Один из результатов становления национализма в Исламской Африке заключался в его браждебности скорее к европейцам, чем к османам. Тамошний национализм к тому же связывали с новациями в культурной сфере. Все опять начинается с албанца Мохаммеда Али, прибывшего в Египет в качестве османского военачальника в 1801 году. При том, что Мохаммед Али лично никогда не бывал на Западе дальше места своего рождения в Кавале, область Румелия на территории современной Греции, он восхищался европейской цивилизацией и считал, что египтяне могли бы многое перенять у европейцев. Он распорядился привести в Египет инструкторов по технической подготовке, нанять иноземных консультантов по мерам народного здравоохранения и санитарии, опубликовать переводы трудов европейских авторов и наставлений по техническим предметам, а также отправить юношей на учебу во Францию и Англию. Однако полученные результаты его совсем не устраивали. Практические достижения Мохаммеда Али даже расстраивали, хотя он открыл Египет для европейского, особенно французского, влияния как никогда прежде широко. Это влияние в основном происходило через образовательные и технические учреждения, а отражало все ту же заинтересованность французов в торговле и деловых связях с Османской империей. Французский язык в скором времени стал вторым языком общение образованных египтян и многочисленная французская община выросла в Александрии, считавшейся одним из крупных многонациональных городов Средиземноморья. Немногим государственным деятелям, занявшимся модернизацией за пределами европейского мира, посчастливилось втиснуть заимствование у Запада в технические знания своих народов. В скором времени молодые египтяне к тому же начали приобщаться еще и к европейским политическим воззрениям. Во Франции их оказалось в избытке. Начали прорастать зерна идеологии, которая предстоит в конце до концов способствовать преобразованию отношений Европы с Египтом. Египтяне были обречены на тот же самый урок, который уже извлекли индийцы, японцы и китайцы. Европейскую болезнь следует перенести хотя бы для того, чтобы в организме выработались необходимые антитела для ее предотвращения в будущем. Итак, модернизация и национализм на Востоке оказались неразрывно переплетенными. Именно отсюда происходит непреодолимая слабость ближневосточного национализма. Она долгое время возводилась в разряд убеждения передовых элит, утративших связь со своим обществом, массы которого продолжали существовать в лоне исламской культуры, все еще оберегаемой от тлетворного влияния европейской идеологии. По иронии судьбы, в качестве националистов на Ближнем Востоке обычно выступали наиболее европеизированные члены египетского, сирийского и ливанского общества, и ничего здесь не менялось вплоть до середины двадцатого века. Но все-таки их фантазиям уготован был более широкий отклик со стороны простого народа. Именно среди арабов-христиан Сирии видимо впервые появилась мысль о панарабском или арабском национализме в противоположность египетскому, сирийскому или любому другому, сводившееся к утверждению о том, что все арабы, где бы они ни жили, составляют единую нацию. Панарабизм представлял собой идеологию, стоящую особняком от братства ислама, охватывающего не только миллионы народов, не принадлежащих к арабам, но к тому же отвергающую многих арабов, не исповедующих ислам. Потенциальное осложнение от вышесказанного для всех тех, кто предпринимал фактические попытки воплотить арабскую национальную идею в жизнь, как и все прочие недостатки панарабизма, проявились опять же ближе к середине двадцатого века. Еще одной вехой в истории принадлежавших когда-то османам земель считается открытие в 1869 году Суэцкого канала. Из-за него, по большому счету, надо признать косвенно, а не по какой-то еще конкретной причине, Египет обрекли на вторжение иноземцев. Все-таки не этот канал послужил непосредственным поводом для начала в XIX веке вмешательства европейцев в управление данной страной. Все приключилось по вине Исмаила, первого правителя Египта, получившего от султана звание Хидива или вице-султана, дарованное ему в знак признания его весомой фактической самостоятельности. Получивший образование во Франции Исмаил симпатизировал французам и актуальным идеям. В свое время он много путешествовал по Европе. В историю он вошел как человек весьма экстравагантный. Когда в 1863 году его назначили правителем, цена хлопка, очислившегося главным предметом вывоза из Египта за рубеж, взлетела из-за американской гражданской войны. Поэтому финансовые перспективы Исмаила выглядели вполне благоприятными. К несчастью, распоряжение финансами с его стороны оказалось далеким от общепринятых приемов. Итог ярко проявился в увеличении египетского государственного долга, 7 миллионов фунтов стерлингов при вступлении Исмаила в должность и без малого 100 миллионов фунтов стерлингов всего лишь 30 лет спустя. Обслуживание такого долга обходилось ежегодно в 5 миллионов фунтов стерлингов, причем в ту эпоху такие суммы означали огромное состояние. В 1876 году египетское правительство обанкротилось и прекратило платить по долгам, что послужило поводом прислать в эту страну иноземных управляющих делами. Из Британии и Франции прислали по одному надзирателю за тем, чтобы Египтом правил сын Исмаила, перед которым стояла приоритетная задача по привлечению поступлений и погашению накопившегося долга. Националисты не заставили себя ждать и тут же обвинили этих внешних управляющих в изобретении огромного гнета, свалившегося из-за них на беднейших египтян, вынужденных теперь расплачиваться за свое правительство, обязанное обслуживать государственную задолженность, а также в введении карательных экономических мер, таких как сокращение оплаты услуг государственных служащих. Европейские чиновники, исполнявшие свои обязанности от имени Хидива, в глазах националистов представлялись агентами иноземного империализма. нарастало негодование привилегированным правовым статусом многочисленных иностранцев в Египте и их особых судебных коллегий. На недовольство народа националисты ответили заговорами и в конечном счете революцией. Наряду с последовательными противниками европеизации, названными на Западе ксенофобами, в Египте хватало активистов, выступавших за реформирование ислама, единство исламского мира и панисламского движения, приспособленного к условиям современной жизни. Кого-то из египетских националистов на борьбу с режимом толкало за сивье турок в окружении Хидива. На роль такого деления на категории значительно ослабло после провала революции из-за британского вмешательства в 1882 году. Финансовых соображений за тогдашним вмешательством не просматривалось. На него пришлось пойти исключительно потому, что британские политики даже при либеральном премьер-министре, одобрявшем национализм во всех остальных уголках Османской империи, не могли допустить ни малейшей опасности со стороны враждебного правительства в Каире, способного угрожать беспрепятственному перемещению товаров по Суэцкому каналу между Европой и Индией. В то время это представлялось немыслимым, но британские солдаты в конечном счете все-таки покинули Египет в 1956 году, одержали их там в силу соображений стратегического порядка. Итак, после 1882 года самая лютая ненависть египетских националистов предназначалась британцам. Британцы обещали уйти из Египта, как только в этой стране появится надежное правительство, а пока не могли оставить ее на произвол судьбы, не видя достойных кандидатур министров, тем временем британским официальным распорядителям приходилось брать на себя все больше функций правительства Египта, и плоды их деятельности выглядели отнюдь неприскорбными. Участники внешнего управления Египтом погасили долг и занялись обводнением пустыни, позволившим накормить растущее народонаселение, удвоившееся между 1880 и 1914 годами, достигнув без малого 12 миллионов человек. Британцы настроили египтян против себя тем, что не пускали представителей коренного населения к государственной службе ради экономии средств, что вводили высокие ставки по налогам и что просто были иностранцами. С 1900 года в Египте начинается нарастание массовых волнений и насилия. Британцы и министры марионеточного египетского правительства продолжали придерживаться своей политики вопреки всем волнениям в народе, по пути занимаясь поиском выхода из тупика через реформу. Сначала опробовали реформу административную и в 1913 году внедрили новую конституцию, которой предусматривались расширенные с точки зрения представительства выборы законодательное собрание с большими полномочиями, к сожалению, депутаты этого собрания заседали на протяжении считанных месяцев, а потом объявили перерыв из-за новой войны. Египетское правительство принудили к войне с Турцией, Хидива, на которого пало подозрение в подготовке заговора против Британии, сместили, а в конце года британцы объявили о своем протекторате над Египтом. Хидив теперь присвоил себе титул султана. К тому времени османское правительство уступило Триполитанию итальянцам, которые вторглись на ее территорию в 1911 году. При этом свою роль сыграло преобразование национализма, на этот раз случившееся в самой Турции. В 1907 году в этой стране началось победоносное восстание, организованное активистами движения «Младо-турок», отличавшегося сложной судьбой, зато ясной целью. Один «Младо-турок» сформулировал ее таким образом «Мы следуем путем, проложенным народами Европы, даже в нашем отказе от иноземного вмешательства». Первой частью этой фразы обозначалось их желание покончить с тираническим правлением султана Абдула-Хамида и восстановить действия либеральной конституции, дарованной народу в 1876 году, но впоследствии отмененной. Но они хотели всего этого не как такового, а потому, что рассчитывали за счет его на восстановление и преобразование империи, на появление перспективы модернизации и прекращение процесса распада. Одновременно такую программу и подрывные методы младотурки во многом позаимствовали у революционеров Европы. Для прикрытия, например, они использовали масонские ложи и создавали тайные общества, напоминавшие те, что расплодились среди европейских либералов в дни существования Священного Союза. Но их крайне раздражала активизация и вмешательство в османские внутренние дела со стороны европейцев, особенно заметное распоряжение финансами. Так как, вспомним Египет, ассигнованием процента по суде на внутреннее развитие страны всегда предусматривалась утрата государственной самостоятельности, младотурки считали, что европейцы принудили османское правительство к затянувшемуся унизительному отступлению из долины Дуная из Балкан. После серии мятежей и восстаний тогдашний султан в 1908 году пошел на уступки и разрешил действие Конституции. Либералы за границей порадовались возвращению Турции и ее Конституции. Казалось, что негодное правление наконец-то уходит в прошлое. Однако предпринятая попытка контрреволюции привела к перевороту, осуществленному младотурками, свергшими Абдула-Хамида и установившими фактическую диктатуру. С 1909 по 1914 год эти революционеры правили страной все более диктаторскими способами, прикрываясь фасадом конституционной монархии. Один из них грозно объявил о том, что больше не существует булгар, греков, румын, евреев, мусульман. «Мы гордимся принадлежностью к османам». В его словах прозвучало кое-что совершенно новое. Этот младотурок объявил о завершении существования прежнего многонационального режима. Задним числом действия младотурок представляются более разумными, чем они выглядели в то время. Они столкнулись с проблемами, стоявшими перед многими реформаторами в странах за пределами Европы, и их силовые методы позаимствовали тоже многие в силу реальной или воображаемой необходимости. С большим рвением они занялись реформированием всех ветвей власти, пригласив многочисленных европейских советников. Попытка, например, усовершенствовать образование девочек в исламской стране выглядела уже показательным жестом. Только вот пришли они к власти в империи с откровенными признаками отсталости и во время сокрушительной череды дипломатических унижений, ослабивших их авторитет и принудивших к применению силы. После аннексии Боснии австрийцами правитель Болгарии добился подтверждения болгарской независимости и жители Крита объявили о своем союзе с Грецией. Вслед за мимолетной паузой тогда пришло время нападения итальянцев на Триполи, а потом балканских войн и новых военных поражений. В условиях таких политических перекосов в скором времени все увидели, что послереформенная гармония в отношениях между народами, на которую рассчитывали либералы, оказалась химерой. Религия, язык, народные обычаи и национальность, по-прежнему служили расколу всего, что осталось от империи. Младотурки все больше откатывались назад, к насаждению одного национализма среди многих его разновидностей, к национализму османскому. Отсюда появлялось негодование среди остальных народов, а тут уже было не обойтись без освещенных веками инструментов правления в Константинополе в виде повторной резни, тирании и заказных убийств. С 1913 года они применялись триумвиратом молодотурок, правивших под видом коллективной диктатуры до начала Первой мировой войны. При том, что они разочаровали многих своих почитателей, будущее принадлежало именно этим троим мужчинам. Они выдвинули идеи, которые однажды послужат восстановлению османского наследия в новом виде, в виде национализма и модернизации. Они волей-неволей сделают кое-что в этом направлении, утратив все то малое, что оставалось от Османской империи в Европе, зато тем самым освободив себя от ненужного бремени. Но их наследие в 1914 году все еще оставалось слишком обременительным. Им не досталось лучшей альтернативы в качестве двигателя реформы, чем национализм. Насколько мало значили идеи пан-исламизма, обнаружатся в событиях, случившихся после 1914 года, самой крупной сохранившейся в отчине османской территории, в основном в виде мусульманских провинций Азии. В 1914 году они покрыли просторную и стратегически очень важную область. От гор Кавказа границы с Персией простирались до Персидского залива, рядом с Басрой в устье Тигра. На южном берегу Персидского залива власть османов обходила Кувейт с независимым шейхом и под британским протекторатом и затем простиралась назад к побережью на юг до самого Катара. Отсюда побережья Аравийского полуострова непосредственно до входа в Красное море так или иначе находились под британским влиянием, но вся внутренняя территория и побережья Красного моря считались османскими. Под британским нажимом Синайскую пустыню за несколько лет до этого пришлось уступить Египту, но древние земли Палестины, Сирии и Месопотамии числились все еще полностью турецкими. Здесь находился центр исторического ислама и султан все еще назывался калифом и служил его духовным предводителем. Этому наследию суждено было погибнуть в ходе стратегической и политической игры участников мировой войны. Даже в историческом центре ислама до 1914 года существовали признаки того, что там появились и функционировали новые политические силы. В известной степени они происходили из давно признанных источников европейского культурного влияния, сказывавшихся на жизни народа в Сирии и Ливана намного активнее, чем в Египте. Французское влияние в тех странах подкреплялось усилиями американских миссионеров, а также образованием школ и колледжей, в которых учились арабские мальчики, как мусульмане, так и христиане, причем прибывавшие со всех концов арабского мира. Передовым в культурном плане и с точки зрения грамоты населения считался Левант. Накануне Первой мировой войны в Османской империи за пределами Египта выходило больше газет на арабском языке. Важная кристаллизация сопровождала триумф младо-турок и их усилия в направлении османизации своих народов. Арабы в изгнании, осевшие в основном в Париже и Каире, формировали тайное общество и открытые группы диссидентов. Подоплекой их деятельности служил еще один фактор неуверенности существование правителей Аравийского полуострова, преданность которых султану казалась шаткой. Самым важным из них считался шариф Мекки Хусейн, к кому у турецкого правительства к 1914 году не осталось доверия. Годом раньше к тому же состоялся съезд арабов в Персии, обсуждавших возможность предоставления независимости Ираку, показавшийся туркам зловещим предзнаменованием. В этой связи туркам оставалось только надеяться на противоположность интересов разных групп арабов, обещавших сохранение сложившегося положения вещей. В заключение скажем, что последними к культуре территориального национализма приобщились евреи, в то время еще не представлявшие прямой опасности соседям. Ход их истории принял новый оборот, когда в 1897 году в Базеле провозгласили образование Всемирного Сионистского Конгресса, целью которого ставилось создание для еврейского народа родины в Палестине. Таким образом, в долгой истории евреев, навязывавшуюся им ассимиляцию, редко достигавшуюся во многих европейских странах после освободительного этапа французской революции, теперь заменяли в качестве идеала национализмом. Предположительное местоположение этой родины определили не сразу, в разное время предлагали Аргентину и Уганду, но к концу 19 века сионисты в конечном счете остановили свой выбор на Палестине. Туда и начали переселяться евреи сначала небольшими группами. С увеличением размаха войны переселение евреев приобрело совсем иное значение. Любопытные параллели существовали в 1914 году между империями Османов и Габсбургов. Представители обеих династий желали войны и видели в ней некоторое решение своих проблем. Причем обе обречены были пострадать от нее, потому что слишком много народов внутри и снаружи их границ видели в этой войне возможность поживиться за их счет. В итоге обеим империям предстояло погибнуть в ее огне. Даже в самом начале войны историческому противнику Турции в лице России обещалась большая выгода, так как вступлением Анкары в войну испарялась последняя надежда на сопротивление британцев и французов учреждению власти русского царя в Константинополе. Французы в свой черед пытались, образно говоря, словить рыбку, чтобы поджарить ее на сковороде Ближнего Востока, при том, что их раздражение по поводу британского присутствия в Египте, несколько спало после заключения многостороннего соглашения и развязывания рук властей Франции для проведения своей политики в Марокко, не следует забывать о традиционной особой французской роли в судьбе Леванта. Вызывание духов святого Людовика и крестоносцев, чем баловались некоторые энтузиасты, нельзя было воспринимать серьезно, но нельзя спорить и с тем, что французское правительство на протяжении сотен лет пыталось оказывать особое покровительство католицизму в Османской империи, прежде всего в Сирии, куда Наполеон III в 1860-х годах посылал французскую армию. Там, к тому же, существовало культурное господство галлов, проявлявшееся в широком использовании французского языка среди образованных обитателей Леванта, и в него вложен мощный французский капитал, и с этими факторами следует серьезно считаться. Как бы то ни было, но в 1914 году главными военными противниками Турции за пределами Европы должны были выступать Россия на Кавказе и Великобритания в зоне Суэцкого канала. Оборона данного канала считалась фундаментом британской стратегической оценки его зоны, но прошло совсем немного времени, и все убедились в том, что никакой большой опасности ей не угрожает. Затем произошли события, обнаружившие новые факторы, которые в конечном счете послужили кардинальному изменению ситуации на Ближнем Востоке. В конце 1914 года подразделения британско-индийской армии высадились в районе Басры с целью предохранять отгрузку нефти из Персии. Так начиналось переплетение нефти с европейской политикой в исторической судьбе данного района планеты, хотя в полной мере оно проявилось намного позже того, как Османская империя прекратила свое существование. С другой стороны, предложение, сделанное британским губернатором Египта Шарифу Хусейну в октябре 1914 года очень скоро принесло свои плоды. Тогда-то как раз была предпринята первая попытка использовать оружие арабского национализма в политических целях. Соблазн, заключавшийся в нанесении удара союзнику Германии, все больше возрастал из-за того, что сражения на территории Европы оставались кровопролитными, но решающего перевеса ни за одной из сторон не наблюдалось. Попытка форсирования пролива Дарданеллы в ходе совместной операции военно-морских сил и сухопутных войск 1915 года в надежде на взятие Константинополя провалилась. К тому времени в Европе созрели силы, готовые в один прекрасный день развязать там гражданскую войну. Но помощь арабским союзникам можно было предоставлять только до известного предела. Условия сотрудничества с Хусейном не удавалось согласовать до начала 1916 года. Он потребовал предоставления независимости всем арабским землям, расположенным южнее 37-й широты, пролегавшей приблизительно в 130 километрах к северу от линии между Алеппо и Масулом, а также включавшим фактически всю территорию Османской империи без учета Турции и Курдистана. Требования выглядели слишком серьезными, чтобы англичане согласились на них с наскока. Требовалось согласование их еще и с французами, обладавшими особыми интересами в Сирии. После заключения соглашения британцами и французами по поводу сфер влияния в расчлененной Османской империи оставалось еще много нерешенных вопросов, определяющих ее будущее, в том числе статус Ирака. Вместе с тем политическая программа арабских националистов выглядела обретающей плоть. Будущее такого рода предприятий в скором времени подверглось сомнению. Арабский мятеж начался в июне 1916 года с нападения на турецкий гарнизон Медины. Само это массовое выступление свелось всего лишь к отвлечению внимания от основных театров войны, зато оно удалось и обросло всевозможными легендами. Чуть позже британцы чувствовали, что к арабам следует относиться с большой осторожностью. Хусейна признали королем Хиджаза. Их собственные войска в 1917 году вторглись на территорию Палестины и взяли Иерусалим. В 1918 году они должны были вместе с арабами войти в Дамаск. Перед этим, однако, произошло новое усложнение ситуации из-за еще двух событий. Одним из них следует назвать вступление в войну американцев. Заявление о своих военных целях президент США Вудро Вильсон высказался о своем намерении обеспечить абсолютную без вмешательства изне возможность развития для терпящих гнет турок народов Османской империи. Вторым событием стало опубликование в Советском Союзе тайной переписки по дипломатической линии свергнутого русского царя. Она касалась англо-французских предложений по назначению сфер влияния на Ближнем Востоке. Предложенным соглашением предусматривалось назначение внешнего управления Палестиной под эгидой некоего международного учреждения. Очередной раздражитель добавился после объявления о том, что британские политики поддерживают идею учреждения в Палестине национальной родины для еврейского народа. Величайшим достижением сионистов к тому времени можно считать декларацию Больфура. Сионистские победы никак не противоречили тому, что европейцы обещали арабам, и президент США Вильсон славно потрудился на общем поприще, предложив критерии для защиты интересов палестинцев, не относящихся к евреям. Однако практически немыслимо было ожидать, что все дело пойдет без срывов, особенно когда в 1918 году британцы и французы продолжили выражение своей доброжелательности к агрессивным устремлениям арабов, после поражения турок виды на перспективу выглядели предельно запутанными. В тот момент власти Великобритании признали Хусейна королем всех арабских народов, но такое признание помогло совсем не сильно. Карту современного арабского мира предстояло составить не арабским националистам, а британцам и французам за ширмой Лиги наций. На протяжении бестолкового десятилетия британцам и французам пришлось возиться с арабами, которых они сами заманили на сцену мировой политики, в то время как арабские предводители еще как следует не разобрались между собой. Мираж исламского единства развеялся в очередной раз, но, к счастью, то же самое произошло с русской угрозой, пусть даже совсем ненадолго, и только две великие державы продолжали заниматься Ближним Востоком. Их правители ни на грош не верили друг другу, но их дипломаты могли договориться на какое-то время на взаимовыгодной основе. Если британцы собираются гнуть свою линию в Ираке, французы получают право на то же самое в Сирии. Узаконить такую сделку поручалось чиновникам Лиги наций, выдавшим ее участникам мандаты на распоряжение арабскими землями. Палестина и Ордания и Ирак отошли британцам, а Сирия французам, с самого начала чинившим полный произвол, так как пришлось утверждать свое право на власть силой оружия, после того, как Национальный Конгресс Сирии потребовал независимости, как вариант британского или американского мандата, французы отстранили от власти короля, то есть избранного арабами сына Хусейна, и после этого им пришлось иметь дело с участниками полномасштабного народного восстания. Французы силой продолжали цепляться за свое колониальное наследие в 1930-х годах, хотя к тому времени появились указания на то, что им придется поделиться властными полномочиями с сирийскими националистами, к сожалению, ситуация в Сирии в положенное время подверглась расчленяющему воздействию национализма, когда сирийские курды воспротивились перспективе присоединения к арабскому государству, тем самым доставив европейским дипломатам новую ближневосточную головную боль, лечить которую придется очень долго. Аравийский полуостров, между тем, пребывал в состоянии упорной борьбы между Хусейном и еще одним королем, с которым британцы договорились о заключении соглашения. Его последователи, еще больше усложнявшая ситуацию, принадлежали к крайней британской исламской секте, придававшей религиозный аспект тогдашнему династическому и племенному конфликту. Хусейна сместили с престола, и в 1932 году вместо Хиджаза появилось новое королевство под названием Саудовская Аравия. Очередные проблемы возникли из-за сыновей Хусейна, занимавших в то время престолы королей Ирака и Иордании. В ходе упорных сражений, убедившись в предстоящих трудностях, британцы занялись отзывом у них мандата по Ираку столь поспешно, насколько позволяла тогда обстановка. Для защиты стратегических интересов британцы рассчитывали на сохранение в регионе своих баз сухопутных войск и военно-воздушных сил. В 1932 году Ирак приняли в Лигу наций, соответственно, как независимое и полностью суверенное государство. Чуть раньше, в том же году, в 1928, британцы признали независимостью Ордании и снова с сохранением на ее территории военных и финансовых учреждений. Урегулирование ситуации в Палестине шло со значительно большим трудом. С 1921 года, когда возникли массовые антисемитские выступления арабов, стревоженных еврейской эмиграцией и приобретением евреями арабских земель, спокойная жизнь в Палестине никогда не задерживалась надолго. На кону стояло нечто большее, чем одни только религиозные или национальные чувства. С переселявшимися в Палестину евреями пришла новая волна европеизации и модернизации, а вместе с ней возникла необходимость изменения экономических отношений и предъявления современных требований к традиционному обществу. Британские мандатные полномочия нужно было разделить между арабами, требовавшими прекратить переселение на их земли евреев, и евреями, настаивавшими на обеспечении их законных прав. Требования арабских правительств теперь тоже следовало принимать во внимание, и они заняли земли, представлявшие экономическую и стратегическую важность для обеспечения британской безопасности. Наметилось вмешательство в дело носителей мирового общественного мнения. Еврейский вопрос обострился как никогда после того, как в 1933 году у власти в Германии оказался режим, устроивший гонения на евреев, а также началась ликвидация юридических и социальных завоеваний, которых они добились со времен французской революции. К 1937 году в Палестине начались ожесточенные сражения между евреями и арабами. В скором времени к подавлению арабского восстания пришлось привлекать подразделения британской регулярной армии. Крах верховной власти в арабских странах в прошлом часто сопровождался периодом восстановления должного порядка. При этом вопрос состоял в том, последует ли за восстановлением порядка, в древности в такие периоды истории наступала полная анархия, учреждение новой имперской гегемонии, британцы на роль гегемонов не соглашались. Пережив краткий период имперского опьянения, пожиная победу, они хотели всего лишь сохранить свои собственные интересы в этом районе, то есть предохранить Суэцкий канал и нарастающий поток нефти из Ирака и Ирана между 1918 и 1934 годами успели проложить мощный трубопровод из Северного Ирака через Иорданию и Палестину до Хайфы, тем самым на будущее здесь заложили повод для очередного зигзага истории этих территорий. Потребление нефти в Европе еще не достигло такого большого объема, чтобы возникла какая бы то ни была зависимость от ее поставок. Не случилось и крупных геологических открытий, способных повлиять на существующее политическое положение. Изменения придут в 1950-х годах. Но почувствовать себя заставил новый фактор. За нефтью обратилось командование Королевского Британского флота для заправки топливом своих кораблей. Британцы считали, что надежнее всего охранять Суэц войсками расквартированными в Египте, но при таком варианте возникали дополнительные проблемы. Из-за войны у египтян усилилось чувство ненависти к иноземцам. Солдаты оккупационных армий любовью местного населения никогда не пользуются, а когда из-за войны растут цены, винят в этом иноземцев. Предводители египетских националистов попытались в 1919 году внести свое дело в повестку дня Парижской мирной конференции, но им предложили не соваться куда не следует. Тут же началось восстание против британского гнета, которое удалось оперативно подавить. Но британцы уже начали отступление с занимаемых ими позиций. Действие протектората над Египтом закончилось в 1922 году ради успокоения националистических чувств. Причем в новом королевстве Египта существовала избирательная система, обеспечивавшая возвращение к власти одного националистического большинства за другим, тем самым египетское правительство лишалось возможности договориться об условиях предохранения британских интересов, приемлемых для любого британского правительства. Результатом стал затянувшийся конституционный тупик и перемежающиеся беспорядки до тех пор, пока в 1936 году британцы наконец-то не согласились с разрешением на размещение гарнизонов в зоне Суэцкого канала на оговоренное заранее количество лет. К тому же объявили об отмене привилегий иностранцев, предусмотренных юрисдикцией. Все это происходило на фоне общего британского отступления от империи, обнаруживавшегося повсеместно после 1918 года и служившего отражением перенапряжения власти и ресурсов в условиях, когда проводники британской внешней политики начали заниматься решением иных задач. Изменения в мировых отношениях вдали от Ближнего Востока по-своему послужили преданию очертаний событий на исламских землях после краха Османской империи. Еще одним новым фактором служил марксистский коммунизм. На протяжении всех лет между войнами на волнах советского радиоовещания на арабские страны пропагандировалась поддержка первых арабских коммунистов, но при этом доставлявший им беспокойство коммунизм продемонстрировал полную неспособность потеснить мощнейшее революционное влияние в арабском мире, оставшееся за арабским национализмом, причем сосредоточилось оно к 1938 году на Палестине. В том же году на территории Сирии проводился съезд в поддержку палестинского арабского дела. К тому же стало откровенно проявляться негодование арабов по поводу жестокости французов в Сирии, а также ответ арабов на протест египетских националистов, адресованный британцам. В пано-арабских ощущениях заключалась сила, которая, по мнению людей осведомленных, могла бы в конце-то концов послужить преодолению раскола хашемитских королевств. Союзнические соглашения, заключенные во время войны, к тому же усложнили историю самой османской родины Турции. Так ее в скором времени должны были назвать. Британцы, французы, греки и итальянцы единогласно согласились со своими долями в виде трофеев. Единственное упрощение, принесенное войной, состояло в устранении с арены России с ее претензиями на Константинополь и Черноморские проливы. Перед лицом вторжения французов, греков и итальянцев, султан подписал унизительный мирный договор. Греции предоставили обширные концессии, Армении обещали государственную независимость, в то время как все, что не досталось Турции, поделили на британскую, французскую и итальянскую сферы влияния. Так выглядел оскал откровенного империализма, оказавшегося гораздо свирепее того, что рвал Германию в Версале, главное заключалось в восстановлении европейского финансового контроля над планетой. Затем наступило время первой успешной ревизии мирного урегулирования. Оно стало делом по большому счету одного человека в лице бывшего младо-турка и единственного победоносного генерала-османов Мустафы Кемаля, который по очереди прогнал французов и греков после того, как просто припугнул итальянцев. С помощью большевиков он подавил сопротивление армян. Британцы предложили сесть за стол переговоров и в результате в 1923 году появился второй договор с Турцией. Так выглядела победа национализма по решениям в Париже и она касалась раздела мирного урегулирования согласованного между равноправными участниками переговоров и ненавязанного побежденному участнику войны. К тому же в переговорах принимали участие делегаты от Советского Союза и выполнялся этот договор дольше всех остальных соглашений о мире. Положения о капитуляции и средствах финансового контроля из договора исчезли. Турки отказались от своих притязаний на арабские земли и острова в Эгейском море, от Кипра, Родоса и архипелага Додеканас. Последовал крупный обмен греческим и турецким населением. Триста восемьдесят тысяч мусульман перебрались из Греции в Турцию и почти полтора миллиона православных христиан переселились из Турции в Грецию и тем самым усилилась ненависть этих народов друг к другу. Все же в свете последующих событий данное мероприятие можно считать одной из наиболее плодотворных этнических чисток в регионе, когда окончательная ситуация выглядела такой опасной, какой она представлялась в начале. И таким манером после шести веков ее существования от Османской империи за пределами Турции ничего не осталось. Новая республика тогда, в 1923 году, появилась как национальное государство. Соответственно, в 1924 году за империей в небытие последовал и халифат. Так наступил конец Османской эпохи. Начиналась турецкая история. Анатолийские турки теперь в первый раз за пять или шесть столетий превратились в национальное большинство своего государства. Символическим моментом следует назвать то, что свою столицу они перевели в Анкару. Кемаль, как он сам себя называл, это имя значит совершенный, во многом напоминал русского Петра Великого. После успешной ревизии навязанных условий мирного договора, его нисколько не интересовала территориальная экспансия с добавлением просвещенного деспотизма. К тому же его считали одним из признанных самых толковых реформаторов своего века. Право подверглось секуляризации, по примеру Наполеоновского кодекса, от мусульманского календаря отказались, а в 1928 году в Конституцию внесли поправку с изъятием провозглашения Турции исламским государством. По сей день Турция остается единственной ближневосточной страной с мусульманским населением, где юридически провозглашен принцип светского государства. Многоженству там положен конец. В 1935 году день отдыха на неделе, раньше приходившийся на пятницу, как исламский выходной день, перенесли на воскресенье, и в турецкий язык вошло новое слово уикенд, период с 13.00 субботы до полуночи воскресенья, в школах прекратили преподавать религиозное учение и запретили ношение фески, при том, что она пришла из Европы, ее считали мусульманским головным убором. Кемаль прекрасно осознавал радикальную суть модернизации, которую затевал, и такие символы прошлого имели для него большое значение. Они служили приметами преобразований очень важных, замены традиционного исламского общества обществом европейским. Один исламский идеолог призвал своих соплеменников турок сохранять принадлежность турецкой нации, исламской религии и европейской цивилизации, и при этом он явно не видел больших затруднений на пути к достижению всего им предложенного. Турецкую письменность переложили на латинский алфавит, и такого рода реформа представляла великую роль образования, впредь обязательного для всего турецкого населения на уровне начальной школы. Национальное прошлое в учебниках подали в переписанном виде, утверждалось, будто Адам по национальности относился к туркам. Мустафа Кемаль, которому депутаты национального собрания присвоили имя Ататюрк или Отец Турок, считается безмерно значительной фигурой в судьбе его страны. Он являл собой того деятеля, каким хотел бы считаться Мохаммед Али, числящийся первым преобразователем исламского государства, путем придания всем его атрибутам современного вида. Его личность представляет живейший интерес. До самой своей кончины в 1938 году Кемаль Ататюрк делал все, чтобы не допустить свертывания начатых им революционных преобразований. Итогом его жизни стало создание государства, занявшего по некоторым показателям достойное место среди самых передовых стран мира своего времени. В Турции наблюдался гораздо более радикальный разрыв с прошлым с точки зрения поручения новой роли женщинам, чем в самой Европе, и в 1934 году турецким женщинам предоставили право голоса на выборах. Женщин, к тому же, стимулировали на занятия профессиональной деятельностью. Самой важной исламской страной, избежавшей прямого имперского господства и европейцев, и османов до 1914 года, была Персия. Британцы и русские после согласования сфер влияния в 1907 году накладным дуэтом вмешивались в ее внутренние дела, но русская держава рухнула волей большевиков с их социалистической революции, британцы продолжали содержать свои войска на персидской территории до конца Первой мировой войны. Негодование и обида на британцев возникло у персов, когда их делегации не предоставили возможность для изложения своих доводов на Парижской мирной конференции, и наступил период большого конфуза, на протяжении которого британцы всеми силами искали пути стимулирования сопротивления большевикам после вывода британских войск. С учетом перенапряжения всех британских сил, речи об удержании Персии идти не могло. Практически случайно, однако один британский генерал уже отыскал человека, которому предстояло это сделать, пусть даже совершенно неожиданным способом. Человека звали Реза Хан. Этот офицер в 1921 году осуществил государственный переворот и сразу использовал страх большевиков перед британцами, чтобы заключить договор, положениями которого признавалась неприкосновенность всех русских прав и объектов недвижимости в Персии, а также предполагался вывод иностранных войск. Затем Реза Хан занялся подавлением сепаратистов, пользовавшихся британской поддержкой. В 1925 году национальным собранием ему предоставляются диктаторские полномочия, а через несколько месяцев его провозглашают шах-ин-шахом. Ему предстояло править до 1941 года, когда советское правительство и британцы совместными усилиями свергли его с престола в стиле иранского Кемаля. Отмена чадры и духовных училищ указывала на цели предания государству светской сути, преследовались они мягче, чем в Турции. В 1928 году от уступок в этих сферах отошли, что рассматривалось важным символическим шагом. Между тем индустриализацию и совершенствование путей сообщения продолжались прежним напором. Официально культивировалось тесное сотрудничество с Турцией. Наконец, в 1933 году главный персидский мужчина продемонстрировал первую обратившую на себя всеобщее внимание победу на поприще нового для себя искусства в виде нефтяной дипломатии, когда шах-ин-шах отменил концессию, находившуюся в распоряжении англо-персидской нефтяной компании, когда министры британского правительства подняли этот вопрос в Лиге наций, символом величайшей победы иранского шаха стала концессия на более благоприятных условиях. Весь мир тогда убедился в независимом статусе Персии. В Персидском заливе наступила новая эра, соответственным образом ознаменованная в 1935 году официальным изменением названия государства. Персия стала Ираном. Два года спустя жена шаха впервые появилась на публике с открытым лицом. в 1935 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok